МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Волейбол продолжается, и каникулы были у него очень-очень недолгими. После нашего олимпийского триумфа возвращаемся к делам клубным, делам внутренним. Благо, российский чемпионат с каждым годом все только-только добирает мощь. И теперь уже, наверное, если кто-то и готов был поспорить, где самые сильные волейболисты мира играют, то, во-первых, после олимпийской победы, но, во-вторых, после тех усилений, которые в очередной межсезонье наши клубы совершили, в общем-то, наверное, этот вопрос отпадает. Действительно, чемпионат России сегодня сильнейший, и мы начинаем следить за матчем не кого-нибудь, а чемпиона страны и обладателя кубка прошлого сезона, соответственно, казанского «Зенита» и новосибирского «Локомотива». Но помогать вам в этом будет заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомильный, комментатор Владимир Стецкого. Добрый вечер. Ну, наверное, надо сразу сказать, что вот не случайно, я перечислил прошлогодний титул и команд, потому что этот матч параллельно является и матчем за суперкубок России. Вот нечто подобное у нас в хоккее, матч, открытие, одновременно разыгрывается трофей, но там финалисты прошлого сезона играют, здесь же победители двух разных турниров, и на площадке чемпиона страны этот матч происходит, что логично, ну и благо для организаторов этого матча, что в одной группе оказались эти команды, так что вот появилась такая возможность в первом туре совместить и суперкубок, и чемпионат России. Лишние дни до отдыха и на подготовку, ну, были абсолютно не лишними в этом бессезонье. Да, и сегодня стартует чемпионат, можно сказать, что все праздники в одном матче, стартует чемпионат, разыгрывают суперкубок и первая игра. Таких достойных соперников сразу мы можем наблюдать по телевидению. Ну, вчера мне, отличая на вопросы коллег, вопрос был такой, ну, кто фаворит матча, так, не задумываясь, я сказал, что «Зенит», но при этом как-то сразу вспомнилось, что «Локомотив» Новосибирск, она та команда, которая едва ли не лучше других в нашем волейболе, умеет на один отдельно взятый матч в сезоне собраться, не случайно она два Кубка России выиграла. Ну, я думаю, что еще добавлю, что «Локомотив», в принципе, всегда готовится хорошо, и если вы помните, первая половина сезона они проводят всегда очень хорошо, и на сегодняшний день, может быть, даже, наверное, Казани будет сложнее, потому что они, их все считают явными фаворитами, но «Локомотив», я думаю, просто так не сдаться. Даже учитывая то, что все-таки есть какие-то проблемы, может быть, с диагональным игроком на сегодняшний день, но «Локомотив» та команда, которая имеет очень хорошую общую игру и всегда показывала, что она борется с любым соперником, абсолютно с любым, и авторитетов не существует для них. Да, здесь, наверное, еще есть такой момент, что у казанцев в начале каждого сезона такие небольшие проблемы возникают, потому что команда, ну, по сути, этим составом не готовится к чемпионату совсем уж в какой-то короткий период. Тут очень много сборников, очень много звезд, легионеров, которые играют в свои национальные команды, ну, немного, сколько положено, но они как раз, ну, не первыми, что ли, присоединяются к общему сбору. Да, не первыми. Еще разница в том, что приезжает без пасующего, и пасующий должен прочувствовать всех игроков, которые прибывают, скажем, из стана сборной. Локомотив в этом плане легче, хотя у них тоже Будько был в сборной, естественно, тоже какие-то игроки не могли почувствовать с ним взаимодействие. Но все-таки Локомотив готовится целенаправленно всегда, и они физически подходят к первым матчам очень великолепно. Ну, это вот мы какие-то такие аргументы в пользу Локомотива высказали. Я думаю, что говорить о достоинстве Казанского «Зенита» можно долго, еще немало у нас возможностей по ходу этого матча. Ну, а то, что мы сейчас наблюдаем разминку, я так думаю, что это доразминка, что ли, небольшая, потому что немножко вот наша Олимпийская победа изменила, что ли, регламент проведения этого матча за Суперкубок, потому что здесь демонстрировались на большом экране, насколько я понял, самые яркие моменты Олимпийских игр. Благо, нам есть что вспомнить, и мы будем вспоминать это еще неоднократно. Ну, а спортсмены все это время стояли, потом прозвучали гимны, но немножко остыли, наверное, чуть-чуть доразмятся с мячами, это вполне логично. И сейчас мы ждем стартовые составы команд, среди которых, увы, не будет Александра Волкова, которого мы сейчас наблюдаем. И не скоро еще Александр появится, один из героев Олимпийских игр, но сейчас прооперирован, лечится и будет это делать достаточно долго. Да, пожелаем ему скорейшего воздоровления, потому что травма у него не совсем простая, и я думаю, что все очень зависит от людей, которые делали операцию и постоперационное восстановление. Все-таки колено, игрок высокий, имеет вес и очень много прыгает в центре, перемещается. Для него будет, конечно, восстановление сложно, и мы пожелаем ему удачи, чтобы он быстрее восстановился и радовал нас своей игрой на площадке. Вот так мы плавно перешли к составам на этот матч и смотрим, кого выпустят наставники. Начинает команда Андрея Воронкова. Лукаш Дивиш, доигровщик сборной Словакии. Маркус Нильсон, швед, появился в стартовом составе. Это диагональные швецы, но и основные игроки, которые наш чемпионат представляют. Вот Гусалюк центральный блокирующий, Денис Бирюков в доигровке, естественно, Александр Будько, олимпийский чемпион на ваших экранах, Артем Вольвич, это второй центр, ну, собственно, я всех уже назвал, Либера, естественно говоря, я не успел заметить, кого на этот матч сейчас выставил Андрей Воронков, но увидим мы, там или Константин Сиденко, или Голубев. Сейчас разберемся. Казанский «Зенит», наверное, состав мы знаем наизусть, но с учетом тех изменений, естественно, за отсутствие Волкова. Валерий Увермиле связующий, Александр Абросимов заменяет Волкова как раз, и Николай Апаликов, это два центральных. Максим Михайлов, 18-й номер в диагонали, Либера, Алексей Мачаев и Владислав Бабичев, доигровки Юрий Бережко, и, наверное, Мэтью Андерсон, американец, я, честно говоря, опять же не успею. Ну, вот Голубев, Либера с командой Новосибирска. Ну, и уже по тем фамилиям, которые мы называли, вы, наверное, и все основные изменения могли заметить. Да, немного изменений ни в одной, ни в другой команде. На сегодняшний день, в принципе, по одному, максимум, два игрока, которые заменили и появились по сравнению с прошлогодним составом. И, в общем-то, команды имеют уже опыт и готовы к сегодняшнему матчу. Я думаю, что мы увидим интересный Малейбол. Ну, эти изменения, они точечные, они на усиление направлены. Вот давайте немножко поконкретнее, пока игра только начинается. Казанский зенит Мэтью Андерсона приобрел американца. И это однозначно, конечно, усиление команды, особенно с учетом того, насколько не очень хороший сезон прошлого получился у Рида Приди, олимпийского чемпиона, соотечественника Андерсона. Но вот он больше лечился и никак форму так толком набрать до конца и не успел. В общем-то, в большей части на скамейке запасных находился. Так что Андерсон игрок молодой, талантливый. И игрок, который, ну, один из тех, кто старается определять результат своей команде. Мы видели по игре сборной США. Он, наверное, усилит, безусловно, казанский зенит. И сразу с первых мячей посмотрите, какая борьба завязывается. Интереснейший волейбол демонстрируют обе команды. Очень много мячей поднятых в защите. Ни одна из команд не рискует. Ждет своего момента. Вот сейчас Бережко дождался и великолепным ударом от рук отыгрался и выиграл первое очко. Ну, вот, наверное, можно, наверное, предположить, что тренеры первым образом попросили не ошибаться в начале игры. Постараться поддержать мяч. Где-то, может быть, не рисковать излишне. Самих себя вначале не закапывать, грубо говоря. Вот, ждать, может быть, ошибки от соперников. Ну, естественно, все от приема будет зависеть. Сейчас Апаликов не подает. С хорошего приема, наверное, игра побыстрее пойдет. Конечно, все-таки много здесь уже игроков с опытом. Но все равно первый матч, я думаю, это будут два соперника в этой группе, которые будут бороться за первые места. И, соответственно, первый матч все равно волнение присутствует. Маркус Нильсон, вот это, наверное, главное изменение в составе новосибирского локомотива. И, в общем-то, тут есть о чем поговорить. Потому что мы помним, какой прекрасный сезон в прошлом году получился у Майкла Санчеса. И вроде бы поначалу ничего не свидетельствовало о том, что он команду покинет. Но, видимо, не устоял там перед соблазном более каких-то серьезных предложений. Имея на руках действующий контракт с новосибирским клубом. В другом клубе ему играть не разрешили. И, соответственно, стали искать замену. Клейтон Стэнли, вот тот, кто должен был занять его место. Хорошо знакомый игрок с хорошо знакомыми возможностями. Но и проблемы Клейтона Стэнли нам тоже хорошо знакомы. Но тоже прошлый год он из-за травмы, по сути, потерял до нашего чемпионата. Не приехал он и на этот раз. Не успел залечить травмы после Олимпийских игр. И вот спешно найден был швед Маркус Нильсон. Ну, достаточно такой крепкого уровня европейского диагональный. Почему-то он оказался вот перед самым сезоном свободен. Это тоже интересно. Может быть, тоже какие-то проблемы со здоровьем. Я, честно говоря, не знаю, не следил так внимательно за этим игроком. Он играл за польский фарт, по-моему, из Кельца. Клуб-середняк национального первенства Польши. Поэтому так не на виду была эта команда. Ну, а мы видим первый результативный блок этого чемпионата. Как здорово сейчас отработали. И вот Юрий Бережко, то, что он в начале игры сделал от блока в аут, отыгрался, сейчас ему не удалось. Маркус Нильсона, мы помним, по команде Калининграда. Он выступал в нашем чемпионате несколько лет назад. И такой игрок разноплановый, игрок, который атакует левой рукой. И для нашего волейбола на сегодняшний день это, я бы сказала, редкость. Потому что у нас игроков высокого уровня с левой рукой. Диагональных их практически нет. Сейчас есть молодые игроки, которые только набирают ход. Но игрок крайне неудобный. Особенно, который нападает больше всех. И с левой рукой, конечно, крайне неудобный. Игрок, которому нужно пристраиваться. Поэтому, в принципе, локомотив его взял. И у них есть какой-то козырь в руках. Вот козырь, это левая рука диагонального РК на сегодня. Небольшой момент, неожиданность. Но вот пока что он пристроился в блок. Первую часть своей атакы дадим должное Казанцам. Вообще, конечно, что касается блокирующих. И у той, и у другой команды здесь очень серьезный подбор игроков. Кстати, Новосибирск потерял лидера в своей линии. У капитана команды Андреа Ащева. Даже, может быть, не настолько там, как блокирующего. Хотя и это тоже, безусловно, в немалой степени. Он действительно лидер был команды. По духу сплачивал ее в нужный момент. Он много лет уже выступал за эту команду. То есть он действительно был лидер. И человек, вокруг которого, наверное, собирались игроки. И он давал импульс позитивный, который позволял выступать команде. И имея такого игрока, который цементировал центр, через него просто так пробиться невозможно было. Да, ну вот его как раз заменил Александр Гуцалюк. Игрок, который до этого выступал в Казанском «Зените». И так вот, судя по всему, не убедил он Владимира Олеговна, что является ближайшим заменным лидером. А замена эта понадобилась. Вот сейчас, в данный конкретный момент. Потому что Волков травмирован. Но и мы видим, действительно, уж как закрывать Гуцалюка. Подопечный Владимир Олеговна знают прекрасно. Сейчас в центре сетки его прихватили. Ну, в один-в один, по сути. Еще раз смотрим. Ну, два блока поднималось. Ну, медленно, потому что все-таки там в центре стоит игрок, я имею в виду, в казанской команде, кто уже имеет опыт. И здесь какие-то затяжки, они буквально не играют для нападающего. Немножечко задумался, и все, блок поднимается моментально. Да, ну, вспоминая Ащева, тот побыстрее такие мячи играл, значительно все-таки. Ну, может быть, еще отметим, что все-таки первая игра. Это безусловно, да. И связующий, который прибыл не так давно, конечно, какие-то ошибки будут. Вообще, мы говорили, что олимпийских чемпионов. Все 12 в нашем чемпионате вообще, ну, такое, знаете, уникальное событие для Варибола. Последний раз все 12 олимпийских чемпионов играли в своем чемпионате в 1981 году, когда сборная СССР домашнюю олимпиаду выиграла. И, соответственно, тогда наши не уезжали в зарубежные клубы, все играли дома. Ну, а потом с тех пор американцы, бразильцы, они, в общем-то, в других чемпионатах зачастую, ну, почти всегда кто-то играл. То есть в своем национальном чемпионате, что все олимпийские чемпионы играли, такого вот не было. Мы себе можем это позволить, ну, к радости наших болельщиков. Потому что посмотреть действительно есть на что. Интересный, опять же, момент сейчас. Демонстрируют команда, посмотрите, мяч просто не падает. Без касания. Очень интересные моменты в защите. В данном случае нападающие уже не страхуются, уже более уверенно атакуют. И защитники демонстрируют свое мастерство. Да, посмотрите, сейчас помешала просто сетка, помешала стойка продолжить игру и достать этот мяч. Либера уже был готов. Да, технический тайм-аут. И вот надо отметить, что вот в этих таких терпеливых, что ли, розыгрышах пока «Зенит» больше преуспевает. Более терпелив, что ли, ну, может быть, более искусные его игроки в завершении вот таких вот, ну, нештатных, что ли, ситуаций для волейбола. Доигровочные мячи всегда это дополнительная сложность, потому что приходится играть на групповом блоке. Надо все время искать какие-то варианты. Поэтому игроки, умеющие это делать, они на вес золота. Если еще и с приемом, то, сами понимаете, особую ценность они... И когда доигрывает команда такие моменты, она психологически становится сильнее, разнонаправленно. Та, которая проигрывает, она немножко теряет уверенность, потому что раз-два длинные, затяжные игровые моменты ты проигрываешь, естественно, превосходство чувствует соперник, и он начинает рисковать больше на подаче, больше рисковать где-то в атаке. И это не играет на руку той команде, которая проигрывает. В данном случае мы вели два затяжных игровых момента, и действительно выиграла их Казань. И Казань сейчас идет впереди, и, можно сказать так, комфортный довольно счет к первому таймауту. И сейчас вот 9-5-4 очка для команды этого уровня. Очень неплохой отрыв, его очень сложно будет устранить новосибирцам, потому что Казань просто так не ошибается, просто так очки не отдает. Ну, к тому же, мы видим, не попал в игру диагональный шведский, что не мудрено, наверное, потому что совсем уже недавно он появился в составе команды, буквально там полторы-две недели находится в расположении клуба. И тут о сыгранности какой-то речь не идет. Опять же, поскольку он был без команды, трудно даже предположить, в какой физической форме он находится. Ну, я думаю, что у него было время, и, естественно, еще нужно время для того, чтобы он адаптировался, скажем, по тем часовым поясам, которым играет Новосибирск, чтобы он адаптировался к команде, к перелетам. Все-таки для иностранцев такие длинные перелеты, они непривычны. И локомотив, который летает практически всегда и практически всегда делает установку в Москве, в общем-то, дорога для них становится сложной. Если наши ребята, они более-менее привыкли, то все-таки иностранцы, первый год для них это сложно. Ну, в принципе, не было какая-то практика, но довольно большой перерыв между двумя чемпионатами, Ну, здесь еще есть разница во времени. Вот какая проблема. Команды, которые летят к нам с Востока, три часа это по матчу, когда играется шестичасовой матч, ты практически в девять часов вечера играешь по своему времени. Ошибка в приеме сложная. Достаточно сейчас планер подает новосибирцы. Вот уже второй подряд подачи и второй раз подряд услужности. Ну, вот Гусалюк как раз его подает, тоже, наверное, знает, в кого и как подавать. Абсолютно точно. И его знают, куда он бьет, и он знает, в кого подавать. А подача действительно сложная. Посмотрите, выцеливает. Ну, вот сейчас Бережков в данном случае. Бережков справляется. И тут же моментально быструю атаку раскручивает Зенит. Вот когда есть хороший прием, есть возможность. Если я не ошибаюсь, даже безблока была, да? Да, безблока была. И Михаил даже не ожидал, что больше безблока получил. Слишком большое внимание уделили первому темпу. Замешкался игрок четвертой зоны и пропустил основного нападающего. В принципе, самого сильного в мире. Оставил безблока. Ну, пока мы видим, да, вроде так, Зенит тщательно приберегает Михайлова до сложных моментов. Много его не нагружает в начале игры, и это понятно. Поэтому тут немножко гадать стали новосибирцы. Понимаю, что время Михайлова, наверное, еще не пришло. А идеальный прием, на который первый темп просто просился, и не угадали. Играет разнообразно, все-таки опытный игрок, уже опытный связующий. Он играет разнообразно, ему этот счет позволяет. Поэтому, естественно, Михайлов он приберегает до более ответственных моментов матча или более тяжелых моментов. Ну, вот Нильсон сейчас хороший мяч выиграл в тройном блоке, мы видели в нападении. Посмотрим, как это на игру его повлияет. По крайней мере, подача вроде получилась сложной, но чуть-чуть на задней линии не доработали новосибирцы. Новосибирцы, не повезло, может быть, 12-9. Сложно, сколько, таковыщие, если не той рукой тянуть составу, делишь, ну, как ему удобно. Мы на правое удобнее, все-таки правое всегда удобнее, но левый был более перспективный. От левой может отлететь, не знаешь, куда. Это да. Я, конечно, шучу, я думаю, что он и левое, и правое может подбивать равнозначно, но все-таки всегда правая рука тянется, если ты правша. Проверил так Михайлов молодого либера новосибирского, и мы видели, сейчас доводка была практически идеальной. Ну, с места пасовал, по сути, Александр Бытько, и тут уж сложно блокирующим всегда предугадать, чем это закончится. Но у нас тем временем первый результат уже в чемпионате России появился. Уфимский Урал на своей площадке в пяти сетах победил Кузбасс из Кемерово, причем сначала проигрывал 0-1, потом выигрывал 2-1. И вот в пятой партии пришлось бороться за победу, и Краснодарская Динамо выиграла в Перми 3-1. Ну, вот такие первые результаты. Пока вот таких уверенных матчей со счетом 3-0 выигрыша, я думаю, их в этом туре будет очень немного, потому что в начале чемпионата всегда очень упорная борьба. Пока лидеры не набрали формы, ну, так скажем, какое-то общее равенство примерно и существует. Да, пока никто не проиграл, то есть психологическое состояние команд тоже довольно-таки уравновешенное. И все, любой сейчас матч, который мы видим, все пытаются выиграть, все пытаются продемонстрировать то мастерство, которое натренировали, можно сказать, за лето. И, естественно, пока нет никаких психологических, еще раз повторюсь, проблем, которые могли бы помешать играть открыто и раскованно. Ну, это надо отметить, что в таких случаях небольшое преимущество получает команда, у которых минимальные все-таки изменения, да, в этом межсезоне произошли. Ну, вот такие, например, там, как сургутский «Югра-Газпром», где вообще, по сути, стартовый состав сохранился целиком. Так что неожиданности могут быть. Это не только, естественно, сургутян касается. Ну, вот сегодня у нас команда, в данном случае, если говорить вот с этой точки зрения, конечно, зенита меньше изменений. Изменений, ну, по сути, Абросимов, который вернулся в команду, и Андерсон, вот, который на усиление пришел. Взаимодействия, я думаю, они подзабыты, но с первыми мячами, с первыми тренировками, конечно, те игроки, которые были в прошлом году, они сразу вернутся в свою оптимальную форму. И связующий игрок, он уже не тот, который был в прошлом году, когда он не знал, кому какая передача нужна. Здесь, в принципе, действительно, два игрока, под которых ему легче будет построиться, чем под всех остальных. И я действительно согласен, что и Новосибирск, и Локомотив, может, Новосибирск в меньшей степени, так как он все-таки диагональный поменялся, это один из основных игроков. Я считаю, что пасующий и диагональный – это два основных игрока. И если меняется пасующий, это очень сложно для команды перестраиваться. А диагональный попроще, но все-таки это основной игрок. И действительно, сейчас Локомотив, может быть, в этом плане немножечко уступает казанцам. А казанцы приобрели хорошего доигровщика, которого, в принципе, можно припрятать поначалу, а потом он проявит себя в полную мощь. Если даже не получается взаимодействие одного игрока, там можно немножечко меньше загрузить нападение, а все остальное, в принципе, он умеет делать. Хотя и этого незаметно. Он нагружает и нормально играет. В необходимости что-то форсировать «Зениту». Могут они спокойно, полномерно играть в свою игру. Благо, вот сейчас еще и для них и соперник. Ошибается, совершенно последний нелепое очко отдали в Новосибирске. Честно говоря, не заметил я, кто эту отвратительную передачу выполнил. Да, что довольно-таки странно для Новосибирска, который, в общем-то, отличался чистой игрой всегда. Да, ну вот такие моменты в начале сезона тоже бывают. Видим, мы Андрей Воронков с Константином Сиденко разговаривают. Возможно, помощь опытного игрока. Он лидер играл последние годы. Он понадобится на задней линии прежде всего. Тут какие-то проблемы стали проявляться. Ну, посмотрим, так оно или нет. Проблемы, да, проявляются, потому что, в первую очередь, что Локомотив все время догоняет. Казань играет спокойно и все время лидирует. Лидирует, причем с комфортным преимуществом. А Локомотиву приходится догонять. И для них сейчас сложнее. Может быть, это сказывается еще на психологическом состоянии, что игроки ошибаются. Они хотят догнать как-то. Но Казань, в принципе, играет как машина и пока не испытывает особых проблем против Локомотива в этой парке. Ну да, вот вы говорили о роли диагонального, нового. Казань опирается на игроков второго темпа. И он очень много задействует диагонально, если мы спорим, даже игру сборной. То есть и последний Кубок мира, который он провел без замен. То есть он находит Михаила, который в прекрасной форме. И, в принципе, его грузят все время в основных матчах. И это дает свои результаты. Поэтому и здесь он опирался в основном на игроков, которые атакуют с края сетки. Но я думаю, что он растет все равно. И первым темпом мы видели. Мы видели просто первый темп неудачный. Гоцелеком, который неудачно атаковал и попал в блок. И после этого, наверное, просто больше не рискует в этой партии. И все-таки опирается больше на крайних нападающих. Вот, видимо, осваивается, что лучше Нильсен. Причем мы заметили, что высота его атак увеличилась. То ли Будькоин поудобнее стал давать. И уже не первый раз по верхней части блока он атакует очень успешно. И для леворухого игрока непросто приспособиться к противодействию ему найти. Но он еще высокого роста. И прыгает не так высоко. Он подбегает, избивает сразу этот мяч. Что довольно неудобно для блокирующих. Опять же повторюсь, что левая рука. И нет фазы полета прыжка. То есть этим он и отличается от всех других нападающих. Мы посмотрим на Михайлов. Михайлов прыгает и бьет. То есть он, естественно, уровнем выше. Но он прыгает и бьет. А Минсон в данном случае, он высоко не прыгает. Но бьет за счет роста высоко. В последнем эпизоде Вермили не разобрался с ситуацией. Такая короткая передача. Но там два блокирующих стояли уже напротив Михайлова. По сути он привел их им к руке. Если бы широкой передачи в четыре, там бы Бережков гарантированно один оставался. Ну вот, две. Одна ошибка и удар в блок Михайлова. И посмотрите, счет на табло уже равный. Здесь тоже какая-то передача была неудобная. Он аж, Максим, аж согнулся. Искал блок и не попал по рукам. Но вот это уже класс связующего, который раз у тебя диагонально не проходит. Он ему дает второй раз. И третий раз. То есть и сейчас третий раз уже добился он своего, что все-таки у них есть взаимодействие. Хорошее взаимодействие это. И просто все две ошибки, которые были предыдущие, он доказал, что это было случайно. При этом на передаче как раз ситуация самая сложная в этих трех попытках была сейчас. Да, да, да. Ну это, в принципе, класс и опыт игрока. То есть который не просто с двух передач, а с трех даже передач. Вот сейчас, я думаю, он может спокойно уже отдавать Михайлову. А Михайлов будет уверен в себе. Потому что он ему вернул эту уверенность после тех двух неудачных эпизодов, которые мы видели перед этим. Но зато, видимо, занервничали партнеры. И вообще вот эти две ошибки за короткий период у «Зенита» так выпадают из того, что мы видели до этого. Но безошибочной игры в волейбол не бывает. Этим-то он и интересен. 18-18. И сейчас Нильцин. У него сложная силовая подача. Может вполне и вывести свою команду вперед. Такое настроение. Смотрим. Сильно подача хороша. И да, действительно. Да, локомотив выходит вперед. Первый раз выходит вперед в этом сете. И действительно Казань немножечко начинает нервничать. То есть та Казань, которую мы видели, скажем, до второго технического перерыва, была уверена в себе. А сейчас немножечко после этих ошибок занервничали. И мы видим, что сейчас могут быть... Да, вот и перерыв сразу взял Владимира Олеговна. И могут быть, скажем, эпизоды, когда придется очень сложно казанским волейболистам, чтобы сняться и опять почувствовать свою уверенность, так как это было в начале матча. Сейчас перерыв был взят в первую очередь, потому что Нильсон, мы видим, уверенно подает. Очень неплохую подачу он подал. И сейчас Владимир Олеговна, скорее всего, сбивает его с подачи, потому что действительно сложная подача, сложный момент, и нужно найти какое-то противодействие. Не было перерыва до этого момента, и счет уже позволяет взять перерыв даже, может быть, в тактической цели. Вообще мало кто подает силовую подачу из проекции пятой зоны, да? Поэтому вот этот прием очень неприятный. Я вот так мировую... Еще левой рукой. Да, в мировом волейболе Норске-то только ручика поляка знают. Так сколько он нервов? Серт-рейти подавал оттуда, и Серт-рейти подавал очень... Кстати говоря, была неприятная подача у него. Неприятная, это мягко сказано. Мы, в общем-то, в полуфинал Олимпиады проиграли в свое время. Ну, вот его личка была Сарта Эйс в Италии. Ну, да. Был у него год один, да. Действительно, он убивал с этой точки, с этой позиции, левой рукой. В общем, когда она улетела, это просто как стихийное бедствие было какое-то. Ну, вот опять длинный розыгрыш. На групповом блоке атаковать нельзя. Ну, и какая же опять неудачная передача снова этого партнера следует. Вот за это надо наказывать, безусловно. Тут, наверное, и справедливо все в данном случае. Хороший момент был. Хорошо сейчас из-под первого темпа длинного Вермилева вывел Бережко практически на летящий блок. Вторая, кстати, отметим неудачная передача Берюкова. Вот, фу, диагональному, в общем, не самой сложной ситуации. Нервничать. Нервничать, ему есть что доказывать. Он выпал из состава сборной в последний момент, не попал на Олимпиаду. И сейчас, понимая, что вакансии в национальной команде все равно есть и будут, он, наверное, хочет проявить себя как можно ярче с первого матча. Сейчас концовка, посмотрите. Концовка очень важна для обеих команд. И мы видим, что одно очко преимущество в Казани сейчас. И сейчас Воронков берет перерыв опять при силовой подаче Казани, которая очень неприятная. И действительно нужно тоже сбивать какой-то, сбивать темп, потому что два очка в концовке, это будет уже очень длинный отрыв. Сейчас такой момент, что нервничают такие другие. А тут, кто... Ну, ошибок всегда много в первых матчах. Это нормально абсолютно. Особенно после того эмоционального всплеска, который был в нашем волейболе буквально месяц назад. Чуть больше. Ну, вот Ниньцин забивает центр площадки. Я думаю, что это, в принципе, связано с тем, что он не... Пусть игрок, который не имеет, вы знаете, практически центра площадки. Пустили сбоку от блока... Потому что левая рука, левая рука. Он прыгает, как правша, а заваливается, бьет левую руку. На это время, конечно, потребуется. И блок работает в Новосибирске. Причем не первый раз уже удается закрыть Михайлову. Третье очко на нем выигрывают блоком. И тоже Максиму сейчас достаточно неуютно. 21-20, но он-то умеет из таких ситуаций выходить. А вот эта пара, Вольвич и Дивиш, очень неплохо смотрят. Да, успели. Посмотрите, быстрая передача была. Успели добежать, перенести руки. Хороша подача у Новосибирска в этой партии летит. Пока указание сложности. Сложность, потому что Михайлову приходится с места атаковать, по сути, с отведенного мяча и на групповом блоке. А обыгрывать его проблематично. Он пытается это сделать, как следствие ошибки. Вот, не достаточно короткий период, членский час проиграл. Низка ошибок, которые... Две ошибки и два раза блок. То есть, действительно, в концовке. Это та роскошь, которая может привести к проигрышу партии. Мы видим, пошли перерывы и тренерские указания, которые очень важны в этом отрезке игры. То есть, концовка, которая очень многое сейчас решает в этом сете. Сначала мы видели, что «Зенит» смог переломить и выйти вперед. Сейчас «Локомотив» подает неплохо. И мы видим хороший организованный блок, который остановил основного нападающего «Казанского «Зенита» Михайлова. И продолжает подавать «Локомотив». И мы, Бирюков, я думаю, что будет рисковать ему и сейчас. Очень много ставит «Локомотив» на подачу. Посмотрите, она оправдывает себя. И очень много с нее имеет, что важно. И Бирюков, и Нильсон. Бирюков исправил все свои ошибки в этой серии подач, можно и так сказать. Потому что, ну, не всегда он, скажем так, силовую свою так подает в концовках. Иногда он ищет какие-то варианты. Вот сейчас действительно то ли тренерское требование, то ли внутреннее понимание, что только с помощью риска можно победу добыть. Ну, ошибся в итоге. Но дело сделано. Подача очень много. Конечно, он подал в концовке одну подачу практически, выиграв очко. Ну, вот замена. Мы видим место связующего «Казанцев». Выходит молодой игрок. Которого даже мы не видели никогда на площадке. Он его меняет для блока. Это блокирующий из резерва в отсутствии Волкова. Да, безусловно. И подача. Ну, это непростительная ошибка, конечно, для Бережко. При замене... При замене... Иван Демаков, четвертый номер. Ну, так коротко он появился на площадке, что, в общем-то... Да, ну, непростительная ошибка. А вот замена у новосибирцев, она часто выигрывает партии для них. Потому что Филипп Воронков, как ни то другое, умеет с подачей уходить в игру в нашем чемпионате. Собственно, это его основная специализация. Его основная специализация, да. Он уже себе зарекомендовал, как человек с железными нервами. Ему все равно, когда выходить при счете 22-22. Может, это ошибиться, но может и выиграть. Смотрим. Подача хорошая. Он добился того, что хотел. Вновь групповой блок, которого Михайлов уже побаивается с одной стороны, но с другой стороны, наверное, и передача не позволяла. Ну, конечно, передача... Блок был хорошо организован. И здесь, в данном случае, его обыгрывать, да, обыгрывать нельзя было. Потому что слишком брошен был мяч близко к сетке. И при сильном ударе он не смог бы высоко мяч обработать. Ну что ж, тренерские попытки изменить концовку пока ни к чему не привели. Команды свои шансы внимательно используют. Сейчас носит болу у новосибирцев. И все в их руках. Хороший прием. Нильсен. Блестящая атака по пятой зоне. Он обратил внимание, что линии ему оставляют. И, в общем, таким ударом и завершил первый сет. 1-0 в пользу гостей. 1-0 и не в пользу хозяев. После первой партии матча в Казани. Где «Зенит» принимает новосибирские локомотивы. Где разъявляется суперкубов. Который в этом году носит имя Георгия Монзалевского. Нашего легендарного связующего. И не случайно, наверное, потому что тут и связь. Такое поколение прекрасное прослеживается. Монзалевский был двукратным олимпийским чемпионом. И вот команды, в которых есть олимпийские чемпионы. Естественно, извините их больше. Ну, новосибирский по факту это один Александр Будько. Они разыгрывают этот трофей. Ну, разыгрывают за свои прошлогодние заслуги. Которые сейчас не в счет. И Казань, в общем-то, вроде бы держала контроль первого сета в руках. До второго технического таймайта. И потом как-то все неожиданно закончилось для них хорошее. А новосибирцы в концовке и рискованно сыграли. И, в общем-то, достаточно надежно. Не справились в концовке с Нильсоном. И, скажем, ошибки казанцев помогли Локомотиву выиграть первый сет. Была интересная борьба. Насыщенная. И концовка тоже интересная. То есть Казань, которая действительно контролировала до второго технического перерыва. И этот сет в концовке допустила несколько технических ошибок. И Локомотив этим воспользовался. И выиграл первый сет. Ну, пока вторая партия начинается. Пару слов о нашем чемпионате. Как и в прошлом сезоне, две группы. Но немножко по-другому все будет. Если раньше географический принцип преобладал, то сейчас условное деление. Но условное, согласно рейтингу прошлого сезона. То есть змейкой распределены команды по двум группам. Вот так называемая синяя группа. И команды, играющие сегодня перед нами как раз из этой группы. Так по составу она выглядит очень-очень солидно. Потому что кроме этих двух команд, тут еще и Белогория, которое должно совсем по-другому этот сезон провести. И Урал, который самую активную в межсезоне трансферную кампанию провел. Ну, может быть, вынужденно. Потому что прошлого сезона с уходом болом требовались какие-то перемены. Ну, так или иначе, можно долго спорить, какая из групп сильнее. Но вот в красной группе еще один матч завершился. И там 23-21. В пятой партии «Искра» вырвала победу в новом уренгое. Посмотрите, с первых же матчей какая невероятная борьба. Ну, и уже два пятисетовых матча, то есть матча, где команды очки поделили. Уже у нас в чемпионате есть. Оба, кстати, они... Нет, один в группе «Синий» как раз, где сегодняшние соперники играют. Урал выиграл 3-2 в Кузбассе. Ну, и Белогория. Доспром «Югра» это еще две группы, две команды из «Синий» группы. Там пока сургутяне первый сет в Белгороде выиграли. И кроме команд, которых я уже назвал, грозный дебютант чемпионата страны выступает в этой группе. И Ярославич из «Ярослава». Ну, соответственно, остальные команды в красной группе играют. Трехкруговой турнир. По два матча с соперниками своей группы. И по одной игре с командами из группы другой. То есть, соответственно, 22 матча регулярный чемпионат. Потом полноценный даже у нас плей-офф. Ну, все, в общем, в конце сезона как обычно. Как в прошлом году. Сначала одна восьмая. Для команд, которые не заняли первые и вторые места в своих группах. Тоже немаловажный момент. И эти очки, может быть, уже и сейчас разыгрываются золотые. Потому что и Новосибирск, и Казань, они претендуют на одно из этих двух мест, которые избавят от возможности играть одну восьмую феналу. Но еще я хотел бы отметить, что Белгород сегодня принимает «Газпром», который в прошлом году был обидчиком в плей-оффе. И переиграл, и выбил «Белогория». Не позволил им бороться за медали. И первый сет сегодня тоже выиграл «Газпром». Поэтому там, наверное, такая интересная борьба. Да, когда очень сильно хочется реванша, добиваться его невероятно трудно. Да, две команды, которые, скажем так, Белгород заканчивал в том году. По большому счету, пока нет для Белгорода соперников, которые более бы хотелось обыграть на данный момент, чем вот сегодняшний их соперник. И я думаю, что это мешает сейчас белгородцам, у которых тоже немало изменений в составе. И все еще наверняка не отшлифованы. Но это, повторюсь, касается большинства команд абсолютно. В этом плане сургутский клуб выглядит, ну, если не предпостительный, то в более таком хорошем положении. Да, сохранил свой состав, естественно, что, опять же, включился в борьбу тем составом, который в прошлом году уверенно закончил чемпионат. Так вот на скидку, где не меняли легионеров, да, это, пожалуй, что вот только сургут и Кемерово. В остальных клубах на легионерских позициях, по-моему, изменения во всех были. Сейчас нет возможности проверять, так дотосно, но вот на скидку так вспоминается. Ну, у нас борьба, у нас борьба. Мы видим, что ни одна из команд в начале сета не хочет уступать. Вот сейчас Нильсона закрывает блок. Вот ему сейчас неудобно было бить в линию, потому что забросили мяч за антенну. Он с левой рукой, в принципе, направление атакующего удара было такое же, как и мы видели перед этим. И блок четко накрыл и не дал этому удару пройти. Вот почти со спины шла передача, с одной стороны, с другой стороны. Мы увидели, да, что все свои лучшие атаки к концовке прошлого сета, с середины его начинают, Нильсен провел на высоте. Да, Нильсен... Сейчас не было высоты в этой передаче, у него не было шансов. Нильсена не смогли, с Нильсеном справиться в первой партии казанцы. И вот первый, наверное, блок, который попадает Нильсен. В общем, он ошибался, но блок он не бил еще. Ну, первый самый атаку в начале матча, когда команд только разогревались, да, это и вторая. Первый темп. Ну, вот нужно он был все-таки новосибирцем. Как-то так дозировано, Будько, мы об этом уже говорили, с центральными играет. И сейчас вроде бы и не лучший момент, да, какую длинную зону пришлось сыграть для того, чтобы заиграть своего центра. Но зато с одним блоком, и Воличу тут важно было смахнуть мимо рук, а бросим его этот мяч, что он с блесками сделал. Да, видно, отодвигает все-таки центрального блокирующего казанцев по таким длинным первым темпам для того, чтобы, может быть, легче игралось Нильсен на данный момент. Который играет за спиной и идет, как, можно сказать, по диагонали. А это отверстия Люка, который давно запомнил, как его закрыли в первой партии, и сейчас блестяще также прихватывает Абросима. Но, можно сказать, квитер. И сравняли счет новосибирский, новосибирского люболиста. Можно было подумать, да, что Казань постарается сразу все поставить на свои места, но не просто это. И опять мы видим, да, нет. Да, что-то не получается. Вермилио не может попасть к Михайлову. Это, скажем, не совсем приятно для казанских болельщиков, так как это два игрока основных. Если у Михайлов не будет идти игра и Вермилио не будет попадать ему, то, естественно, Казань будет сразу иметь проблемы. И снова зону мы видим широкую, да? То есть это явно тактический момент какой-то, и новосибирцы пытаются увести центрального блокирующего как можно дальше от Нильцина туда вперед, и еще по возможности в зону играть. В этом случае дважды проходят. Да, зона проходит, да, зона проходит, потому что, в общем-то, Волюч высокого роста. Сейчас Бацалюк атаковал. Ну, сам факт, что Волюч сейчас нападает. Да, Бацалюк, да. Тут по разу и тот и другой предложили. Тут, наверное, заслуга будет копанично, когда играется такая зона. Если нападающий идет вовремя, все дальше зависит от связующего игрока. Не был до конца уверен, Будько в ауте он принимает или нет, а партнеры почему-то промолчали. Наверное, они должны в таких ситуациях подсказывать. Но, видимо, ни у кого уверенности не было, а прав тот, кто выигрывает очко всегда. В данном случае это блок. Да, но, естественно, он был прав, потому что, если он не уверен, он правильно делал, он подбивал этот мяч. Было бы намного обиднее, если бы он уступил, и мяч упал бы на линии. Сразу вспоминается последний матч на Олимпиаде, когда такой же после атаки Тетюхин и летел принимать, не принимать. Но тогда обмочаев принял и повторной атакой выиграли мы решающие последнее очко. Ну вот, посмотрите, нашли на приеме, если можно так сказать, нашли свое место на приеме у казанцев, и простой подачей, сейчас простую подачу направляют в Бережко, и Бережко не справляется с приемом. При том, что силовую вот Дильсон подавал в основном в обмочаю. Ну, силовую сложно, силовую уже сложнее направить в одного человека, силовую можно подать там в левую или в правую половину площадки. А вот тактическую, если ее можно назвать тактической, потому что на сегодняшний день довольно-таки серьезная подача планера и несет довольно-таки серьезный угроз. Может быть, не выигрываются чистые очки, но заставляют игроков подбивать над собой, и потом команда не может организовать атаку, что, в принципе, нужно подающей команде. Особенно с сегодняшними трудностями взаимодействия Верми или Михайлов, который в одном месте. Да, высоких мячей. Замена, это все мы говорили. Да, мы замена поменяли. Нам не показали кого, но я уверен, что Юрий Бережко. Да, на его месте стоит первая зона, поэтому, скорее всего, Бережко. Ну, Вермиц продолжает. Ну, Вольвич у высокого роста, я вот начал говорить, он высокого роста, естественно, когда он подает планер, у него практически подача летит сверху вниз. У него довольно-таки серьезный планер. Если игрок плохо перемещается, принимающий, то, естественно, для него очень эта подача становится сложной, и очень много будет, мы еще увидим сегодня, что он очень много затруднит эту подачу. А вот указание не идет вообще. Да, вот так же вы сейчас сказали, ну, была там какая-то одна ошибка в приеме, но вот так, чтобы на скидку вспомнить, чтобы кто-то из Казанцев сегодня подавал хорошо, вы пока не получаете. Да, Михайлов сейчас подавал, и он подавал как-то так неуверенно, что мяч перелетел даже такой большой параболь и улетел в вал. А вот укороченный вторая уже в этой партии проходит у новосибирцев. Будько, кстати, очень редко ей пользуется, он по задней линии силовую подает. От этого, наверное, неожиданность, но с другой стороны, мы видим, как не любит такие подачи Андерсон. Ну, Будько хорошая подача и силовая, я думаю, что игроки, в принципе, окапывают, что когда летит короткая, то уже ноги не двигают. Как раз он очень редко выполняет, а ведь умеет, как-то убедились сейчас. Умеет, умеет. Я думаю, он использует как раз моменты, когда видит, что игроки-то, в общем-то, окопались, так скажем, и нужны сильную подачу. Но сейчас выручил Вермию, прием-то опять был бы лучше. Кто умеет маневрировать, вот у нас в чемпионате, Будько, наверное, может Павлов умеет маневрировать такой подачей, когда он подает сильную, а потом в какой-то момент укороченную. Она, конечно, играет, вот эта укороченная передача всегда на руку подающим, и очень много мячей выигрывается. Ну, вот сегодня еще Денис Бирюков нам нечто подобное продемонстрировал, у него и такие подачи проходили, и такие, и все. Есть умельцы, есть. Да, Локомотив, в принципе, сейчас с подачей переигрывает Казань. Если брать в общем команду, то переигрывает Казань. Вот, завелись хозяева на задней линии, пару хороших мячей подняли, но предстоит по-прежнему отбиваться. А Нильсон на одном блоке, причем как-то так, причем явно не успевал этот один блокирующий, тогда Вермилия был, или Михайлов. Михайлов, наверное, Вермилия сзади-то Михайлов. Да, Михайлов совсем, он только обозначил блок, опять же, диагонального оставили абсолютно одного. 11-8, и пока все по игре, скажем так, у Казани мало что получается. Ну, здесь очень опытный состав, который должен себя проявить. Он пока вот можно, да, по этому моменту сказать, что Вермилия проходит далеко не лучший мяч. Да, не попадает. Он и первому темпу, посмотрите, и вот второй темп. Сейчас на сетку навел этот мяч, ну, по сути, в руки Бирюкова. Там даже одному нападающему ловить было, ну, в смысле, с одним блоком ничего ловить. Ну, по сути, на тросу мяч, там занести руки надо было Бирюкову, что он и сделал, и Андерсон, он съел начисто. Тот-то вроде даже от блока отыгрывался, даже не нападал, понимал, что не отойти от этих рук. 12-8. Еще и подача, да, идет? Подача идет, локомотив, да, локомотив, вот сегодня это его основное оружие подачи, посмотрите. И они просто не дают казанцам почувствовать какую-то игру, потому что в основном, посмотрите, на высокая передача. На высокой передаче, естественно, приходится обыгрывать хороший стационарный тройной блок, и даже Михайлов, обыгрывая этот блок, попадает в ВАУ. Не первый раз уже, не первый раз. 13-8, неспокойно Владимиру Олеговну. Так, приходится возвращаться к реалиям нашего чемпионата, где вздохнуть не дают свободно ни в одном матче. 13-8, и это уже более чем серьезно. Да, среди этих команд, я имею в виду, среди уровня этих команд, 13-8, это очень значимый счет. Смотрите, раз за разом Вермеля занижает своим нападающим. Сейчас Андерсон снова не успевает к этому мячу. Так невольно вспоминать, кто же сейчас второй связующий у казанской команды. Ну, в принципе, мы его можем увидеть, если еще, наверное, полетит такая же передача, потому что Владимиру Олеговну нужно предпринимать какие-то шаги. В данном случае, действительно, связующий не находит контакта ни с одним из нападающих. Игорь Колодинский. С этого сезона эту позицию закрывает в казанском клубе. Собственно, он пока еще не дебютировал. Но вот так, как играет Олегна, Олегна, дирижунный Владимир Романович, и как играет Вермелью, не мудрено, если замена все-таки последует. Пока он без атаки оставляет. Не то, что там плохие передачи, просто без атаки оставил свою команду, при том, что там учится в приеме еще. А Локомотив чувствует свою уверенность, посмотрите. На подаче рискует, эта подача проходит. Но еще больше, скажем, как ножницы сужаются, что Казань пытается отыгрываться с высоких передач, и у них ничего не получается. А Локомотив наращивает свое преимущество, наращивает в первую очередь на подаче, которая выбивает просто казанцев. И, может быть, в этом и есть причина, что Вермелью не может попасть в быструю передачу, потому что ему приходится большую часть пасовать в высокие. Но и здесь он не занижает постоянно. Вот все в вопросе. Посмотрим, как оно будет сейчас. Хорошая доводка, все должно быть удобно. И, наконец-то, с третьей, получается, попытки только Андерсон забивает из второй зоны. Да, сейчас так вот, как механизм четко сработал. Передача высокая. И нападающий приходит, и высоко хватает. Посмотрите, один блок даже никак не мешает этому. Андерсон на подаче. Посмотрим, что у хозяева. Наконец-то проходит подача у хозяев. На площадке Андерсон одно очко для своей команды отыгрывается. Но от этого игрока всегда надо ждать неприятностей в этом отношении. Подача у него очень хорошая. И достаточно стабильная при этом. Микрог атакующего плана. Все, он и нападает неплохо. Может быть, где-то в защите, на приеме, с перемещениями не совсем хорошо. Но вот атакующего плана он атакует, подает, посмотрите, мощная подача два очка. Вот момент, как может настать перелом. Сейчас, я думаю, что в Ронкову есть смысл и перерывы уже задуматься. Да, после таких двух подач, конечно, можно предпринять попытку где-то сбить его. Пока, судя по всему, нет. Но есть еще запас в очках пока. Перерывы тратить не хочется. Тут тренер сам принимает решение. Это обидно для него будет, если еще одна подача пройдет. Но, может быть, он хорошо Андерсен уже изучил бы. И тот не должен три раза подряд был подать. Но при таком месте... Но двоится уже тоже неплохо. Да, да, конечно. Это какой-то шанс зацепа в этой партии, которая складывалась просто фатально для хозяев площадки. Все-таки отрыв все равно большой. 15-11. Вот-вот неприем. И сейчас Вермилию приходится с высокой передачи. С быстрой он не попадает. С высокой, посмотрите, тоже неудобно нападающим. Не выручает блок. Да, выручает блок. Очень неплохо. И такой момент нужный. Конечно, Бирюков должен был забивать его. И более спокойно идти на второй технический перерыв. Он решил на силу. А там, в общем-то, олимпийские чемпионы стоят. На силу не пройти через них. Тем более, что можно между блокирующим было проскочить. Ну, не проскочил. Не проскочил, да. 20-12. Молодец, Будько. Хорошо среагировал. Да, да, да. Ну, шанс у хозяев. Ох ты, какой мяч обидно. Не проигрывают. Но Вермилию действительно сегодня не в игровой кондиции. Посмотрите, подбивается мяч, а он даже не бежит. Гвозитный взгляд у Владимира Романова. Да, он не бежит, в принципе. А он должен бежать. Не важно, кто и куда смотрит, кто и куда направляется. Посмотрите, нет. Ну да, поскольку никто не кричит, что я, то, в принципе, это работа связующего. Обидно то, что трудный мяч подняли в защите. Такие мячи трудовые, они очень помогают команде. Особенно в такой нелегкой погоне. Тут, получается, Казань свои шансы тратит. И тратит достаточно бездарно. Локомотив не прощает такие ошибки. Поэтому я думаю, что сейчас Казани будет еще сложнее. Локомотив, ну, он останавливает. Две подачи. Ну, две подачи и все. Пока игрой не останавливает Казань. Локомотив уверенно чувствует и на подаче, повторюсь, и на съеме. За исключением вот этого мяча, которого мы сейчас видели, когда Бирюков решил на силу пробиться на хорошем стационарном блоке, естественно, он у него это не получилось. А топовая игра пока проходит вся у Локомотива. Ну что, счет похожий на то, что было в первом сете. Только все было наоборот. Ну, там, по-моему, три очкового преимущества у Казанцев. Здесь четыре у Новосибирцев. Ну, сейчас или никогда. Потому что 0-2 в таком матче, ну, во-первых, это очки чемпионата теряются уже сразу, да? Помимо шансов на Суперкубок. Тут двойной, что ли, зачет идет? А тут еще и везет. А вермелье они не готов к этому матчу. Это вот Будько поднял, да. И, кстати, это очко в итоге досталось Новосибирску, да, по-моему? Они перебили его. И вот эта передача, за которую не побежал. Олег, только думать. Ну, только думать, а что он может сделать. Вот здесь больше везения идет локомотиву, да. Ударился от Рос там. Думиля не заметил, не среагировал и так далее. Но здесь везение, скорее всего, что меньше ударился от Роса. И не смогли его подбить. Не проходит атака у Севажелеза. Хотя, вроде бы, наверняка уже блок обыграл. Но в защите здорово сыграли Новосибирсу. Еще одна атака. На сей раз без вариантов. И вновь Севажелез мощно атакует. 17-13. Но вот сейчас, кроме Андерсона, кто-то еще должен начать подавать. Извините, обязательно. Если они хотят действительно эту погоню до какого-то логического завершения довести. И для этого, наверное, выводит сейчас Алексей Чернисов. Зайная замена, скорее всего, будет. До подачи он доберется. Пока на переднюю линию. И, наверное, Игорь Колодинский там готовится. Да, сейчас войти выиграет. Да, но что-то нужно предпринимать. Потому что отрыв большой. И, на самом деле, пока Вермиля не завязывает той игры, которую хотелось бы видеть. Ну, вот, хорошая подача прошла у Михайлова. И не попадает на сей раз в эту длинную зону Будько. Но это непростое взаимодействие очень. Непростое. Здесь короткое было. Здесь не зона была. Он играл короткий взлет. И, естественно, больше спину пасовал, чем... Метод 2,5 между ними было. Другое дело, что отведенный был мяч. Отведенный мяч был. Отведенный мяч. И если бы он шел шире, тогда он попал бы ближе. Конечно, он идет в спину. Ему мяч летит. Очень сложно попасть. Не каждый нападающий. Есть такие игроки, как Андрей Егорцев, свои лучшие времена. Волков стать такие мячи умеют смахивать. Очень здорово. Ну что, вот он еще один шанс. Всеважерец попадает. Похоже. Нет, не попадает по рукам. Так, первое ощущение было, что он должен был международ зацепить. Он сам даже пошел. Понимает, да. По его эмоциям можно видеть, что он не попал по рукам. Ну, по-каладински. Да, первое появление, которое... Ну, вот случись сейчас удачно, да? Ему войти в игру. Может быть, и в третьей партии мы его увидим. Как знать. Ну, в принципе, счет игровой. На 17-4. Хороший отрыв у Локомотива. Хороший для этого сета. Передача более качественно, что позволит нападающим попытаться обыгрывать блок. Хотя, очень сложно обыграть блок Локомотива. Если стационарный блок с высокопередачей, то очень сложно обыграть. Ну, сейчас повезло, да? Тот Черемисин самый признанется не лучшей передачи, выпадал. Это было видно. Новосибирцы считают, что надо судить. Вторая передача, да. Вторая передача, в принципе, она была... Не совсем качественная. Да, немного сомнительная будет правильно. Но севажили с молодец. Это не умаляет его заслугу в этом эпизоде. Забил сложнейший мяч и забил вот именно рискуя. Выражая свое удовольствие, недовольство Будько. Да, я тоже думаю, что там какие-то, может быть, ошибки были. Но судья виднее. Он рядом находится и он не видит, и звуковое сопровождение какое-то слышит. Ну, да, да, еще и звук есть всегда в таких случаях. Вот в помощь новосибирцам эта ошибка на подаче. Да, если он не подает. Казань не подает. Это основная причина, по которой они, наверное, имеют проблемы со съемом. Потому что Локомотив уверенно подает. Вот Вольвич опять на подаче. Опять сейчас посмотрим то, о чем я говорил. Что он с высока обрабатывает мяч. Он очень сложно летит для принимающих. В данном случае... Чтоб попал ваут. Да, ваут. Мне показалось, что уже очевидная ситуация была для выигрыша атаки. Извиняется перед партнерами. Действительно, надо такие мячи забивать. Хочи говоря. Он сам неплохо принял. В общем-то, комбинация была разыграна неплохая. Темповой мяч. Он вышел и, видно, попытался очень высоко обработать мяч. И он... И очень сильно ударит. Да, очень сильно ударит. И опять высокая передача, посмотрите. Высокая передача, да, что позволила Казанцам со второго раза сняться и отыграть подачу. Ну, все-таки, Черемисин может вполне-вполне быть очень прилично готов. Потому что, ну, понятно, да, что у сборников наших после Олимпиады, после отпуска небольшого и всеми этими событиями, связанные после приятными церемониями, время набрать снова форму не было, по большому счету. Конечно, есть естественный спад. Да, остальные готовились спокойно к сезону все это время. Да, и они готовились как раз к Канадинским в данный момент в отсутствие основных игроков. Да, если бы после Олимпиады сразу чемпионат стартовал, тогда бы мы видели, что игроки бы, олимпийцы и чемпионы наши, выглядели немножко по-другому. А сейчас, естественно, спад прослеживается, потому что был эмоциональный финал после этого периода, где куча эмоций. Естественно, сейчас они находятся на подготовительном периоде, который, может быть, только начался для них, и войдут они в форму 2-3 матча, и мы их увидим в той форме, в которой привыкли все время видеть. Ну, Черемисин демонстрирует все-таки свое взаимодействие с Каладинским, они, видно, тренировались вместе, уже понимают друг друга намного лучше, чем того хотелось бы. Но замена все-таки была плановая, и сейчас возвращает основного диагонального на площадку Владимира Лехна, но Черемисину надо запомниться еще своей подачей. Это одна из составляющих этой замены, и немаловажно. Ну, он умеет подавать, в принципе, без связующего сейчас, я думаю, что в Казани будет шанс взять еще одну очко. Нет, прошла атака, Нильсон сложнейший мяч сейчас забил с трехметровой линии, так удивленно. Ну, то, что я о чем говорю, что он не прыгает, а сбивает высоко. Стройной блок, он раз, и все равно бьет высоко. Да, проходит поверх Андерсона, сейчас прошел, получается, на этом повторе было видно. Вернулся Вермилев на площадку, вернулся Михайлов, и вот концовка, 18-22. Ошибка, ошибка на подаче, в общем, не совсем нужная в данный момент, но он рисковал. Рисковал. Счет-то какой памятный сейчас на табло. Так что побороться-то можно, 22-19. Ну, и правда, 1-0 пока в пользу локомотивного Сибирского, но вполне может быть, что и вторую партию все-таки доведут гости до победы. Вот от подачи Андерсона зависит много. Не стал рисковать, не стал рисковать. Ну, а тут первый, там, посмотрите, Бабичев, какой великолепный мяч вытащил. Не сдаются. Ну, и вот сейчас на хорошую, быструю атаку. В край один блок, и не смогли на одном блоке сейчас. Денис Бирюков не добил. Андерсон неудобный. Страхуют два игрока даже. Два игрока страхуют, никто не рискует, посмотрите. И Андерсон тоже не рисковал, завалился, потому что мяч был отведенный от сетки, его никто не постраховал. В общем, отыгрывался он от блока. Посмотрите, мяч долго летел, а Бирюков там немножечко понадеялся, что Андерсон будет бить сильно и забивать. Очень много было доигровок, которые отыгрывались игроки, да, держали мяч. И он думал, что он, скорее всего, диагональный должен забивать, и не постраховал его. Ну, Денис и Бирюков, конечно, был момент. На одном блоке надо было решать. Ну, там хорошо сыграл Вермили в защите. Два раза. Бабичев вытащил от первого темпа практически без блока, в упор били. И, конечно, по линии очень неплохо сыграл в защите Вермили, что позволило, наверное, как-то казанцам почувствовать свои силы. И мы видим сейчас, что они не торопятся на подаче. Пытаются как-то немножко восстановить дыхание. Все-таки длинный эпизод был. И на подаче опять Андерсон. И опять не рискует. Не такая мощная, когда этого мы видели подачу. И вновь первый темп пытается играть Новосибирскую. Вновь не до пола получается. И будет бить сам, да. Ещё раз. Длинный, да. Длинный, вот эта вот зона, которую в этом сезоне, вот в этом матче конкретно использует Будько. Посмотрите, если вначале он там взлёт сыграл, не получилось, то вот зона проходит на протяжении всего второго сета. И практически всё время он чередует. Даже отдавая передачу, когда приём не совсем идеальный. В данном случае казанцы даже не поверили. Не идеальный был приём. Передача зона полетела, никто на блок не проникнул. Он передача не справляется. Не получилось первое, но не выиграли, да. Вроде бы, и кто бы подумал, что Будько второй раз рискнёт в этом розыгрыше отдать центр. Но он получил три раза. Три раза. Бабичевка нам достал. Сейчас не забил первый темп. И вот третий раз он всё равно отдает первому. И переигрывает центральных казани. Ну, у него есть за дело. У него три мяча, концовка. Он уверенно себя чувствует в данном случае. Как-то сегодня не очень заметен Николай Апаликов, да, пока вот. Всё-таки мы привыкли, что он более заметная фигура на площадке. И подача не очень хорошо. Но Вермилио и не пасует много передачи. И по сути, да, передачи он не получает. Неплохо подаёт локомотив. И Вермилио, видно, из тех моментов минимальных, которые к нему мяч долетает в сетки, всё-таки всё равно исходит второй темп. Ну да, он даже, когда надо паснуть быстро, он старается делать это в край сетки. Получается. Не всегда качественно у него это выходило. Тайм-аут Владимир Олег. Ну, такой уже чисто тактический, потому что с сетболу у соперника надо что-то вроде делать. А картина, по большому счёту, пока не меняется в этом матче. Упорная борьба идёт в Белгороде. Посмотрите, Газпром. 2-0. 2-0 и 28-26, да. Я так поглядывал, 5 очков проигрывали не по ходу второго сета. Достали 28-26 концовку. Какие результаты, это красиво уже в первый день. 23-21 в пятой партии, 28-26 по ходу матча. Чемпионат обещает быть очень-очень интересным. И пока вот на первых турах о фаворитах говорить, по-моему, не приходится. Тут все команды укомплектованы хорошо, все настроены на борьбу. Я думаю, что вот эти первые матчи, они как бы расставят приоритет силы. Мы будем, наверное, к третьему, четвёртому туру уже плюс-минус представлять, что из себя представляют эти коллективы. Ну, а к третьему сету нашего матча мы видим счёт 2-0 в пользу логомотива Новосибирского. После ошибки Андерсена вторая партия тоже остается за гостями. 2-0, 2-0, и логомотив уверенно выиграл второй сет. Сначала повёл и имел преимущество, и довёл своё преимущество до конца. То есть 4 очка так и осталось. Казань пока не может найти своей игры. Мы видим, что не могут реализовать себя на подаче. Много ошибок во взаимодействии центрального и, извините, связующего и нападающих игроков. Поэтому для Казани сейчас стоит архисторная задача, в первую очередь, найти свою игру. И во вторую очередь, это навязать борьбу соперникам, потому что всё-таки первая игра. Игра за суперкубок, и играют дома, в своих стенах. Хотелось бы, наверное, продемонстрировать то, что команда находится на том же уровне, в тех же кондициях, которые мы привыкли видеть в прошлом году команду. Есть у них все шансы. Пока логомотив переигрывает, переигрывает по всем статьям. И надеемся в этой партии также увидеть борьбу. Ну, во-первых, надо Зениту как-то свои ошибки убрать. Да, куда-то попробовать. Кстати, попытки первый темп заиграть. Такая традиционная для начала сетов, да, во многих случаях. И к ней готова. Вот опять же Апаликов и эта атака у него не прошла. Время между играми, вот первый сет, а потом бросает. Да, ну вот, и ещё когда не получилось, совсем может забросить, да. Присложная опять же подача. Вот два человека планер подают, хороший очень, остальные силовую, стабильную. И вот при Зените тяжело. И вновь первый темп. Но прошло на сей раз, мы видим, сколько эмоций у Апаликова, да. Но он сам себя заводит сейчас в данном случае. Потому что, ну, сказать, что это убедительная была атака, я бы не сказал. Его опять чуть-чуть не прихватили. Ну и сложная, да. Вот сложная передача была на самом деле. Вермиле отведённый мяч пасовал далеко от сетки, за голову. Ну, повторяет передачи. Это как черта связующего, что он повторяет передачи. Когда человек ошибается и передачи не проходят, то он дублирует. Так же мы видели, и третий раз иногда отдаёт. Опять вышел на площадку Бережко. То есть стартовым составом. Ну, ничего не изменилось. Всего железа. Пару сложных мячей в атаке забил. Но не добавил ничего в приёме и на подаче. Мы это видели. А это необходимо было Олег на в первую очередь. Приём и подача это, наверное, то, что его больше всего беспокоило. Локомотив тоже ошибся сейчас на подаче. Но во втором сете мы видели, что Локомотив очень прекрасно подавал. И благодаря, наверное, своей подаче он имел постоянно преимущество при «Зенитах». Ну, все три партии подачи так лететь, наверное, не может. Поэтому на это «Зенитовцы» тоже вправе рассчитывать. Но им надо свою подачу, конечно. Тоже. Мы видим, как Локомотив выражает свои эмоции. Посмотрите, буря эмоций. Действительно прекрасная передача. Работает эта комбинация, когда длинный первый темп, кстати, уже прыгают казанцы с этим первым темпом. Потому что очень много неудобств создал Будько этой передачи во втором сете. И практически заставил сейчас центрального казанца прыгать со своим центральным. Что освобождает для атаки и пайп, то есть по центру сетки шестой зоны. И края, которые, наверное, более комфортно и вольготно себя чувствуют. Все проходит. Даже своя атака. Наблюдали сейчас за Будько. В общем-то, без малейшего интереса игроки казани. Как-то совсем все просто. У стола Броссинов хотел, честно говоря, трудно сказать. Даже в стороне стоял. И место выбрал неправильно. Я к тому, что Иван там не прыгнул. Кстати, так может все в этом сети завершиться. Я не делаю прогнозов. Поэтому, тем не менее, все может быть. Это спорт. И хочется вспомнить, что суперкубок у нас разыгрывается в пятом. Вот не было время об этом сказать. И во всех пяти случаях «Зенит» был участником этих матчей. Причем, если два своих первых поединка он проиграл столичному «Динамо», то последние два сезона суперкубок неизменно выигрывал. Сначала победил «Локомотив» в Белогории в Казани. Потом в Новосибирске победил «Локомотив». То есть эти команды второй год подряд разыгрывают суперкубок. Причем в прошлом году было тоже 3-0, только в пользу Казани. Не знаю, будет ли тоже 3-0 сегодня. Но «Локомотив» в Новосибирске может вполне подтвердить свою ренаму кубковую команду. Команду, которая умеет собраться в нужный момент и выстрелить. Пока все на их стороне. Посмотрите, тройной блок Нильсон переигрывает с улыбкой. Не цепляют его казанцы. И очень уверенно, повторюсь, очень уверенно играет сейчас Нильсон. И второй сет он отыграл, за исключением каких-то первых мячей на высоком уровне. Ну, начинаются какие-то перепалки через сепку, да. Вернее, в общем, там кому-то доказывает. Да, ну, сейчас Апаликов проходит. Ну, два блока на него поднималось. Правда, не успели. Ни тот, ни другой. И на полтемпа буквально Николай Апаликов получил преимущество. Это ему оказалось достаточно. Опять же, не лучше какая передача. Да, на другой быстрый мяч сейчас шел явно Андерсон. И не в темп ему попал вновь Вермиля. Пришлось обманный удар выполнять. Именно пришлось в данном случае. Но спас блок. Доказание, конечно, это тоже аргумент. Сейчас для них главное счет на табло, да. Игра, можно ее навалить, можно. Для этого нужно время. А во втором сете новосибирцы не дали им поднять головы его своей могучей подачи. Ну, а сейчас уже посмотрите. Вермиля заставляет двигаться принимающих. Очень две неплохие подачи укороченные, которые выбивают крайнего нападающего, который вынужден подбивать и возвращаться назад на свое место. И хорошо сработал блок. Там еще в четвертой зоне Дильсон был. Он леворукий все-таки игрок. И оттуда диагонально вообще потруднее. А леворуким вдвойне, наверное, трудно подать. Первую партию, мы помним, его блоком закрыли. Поэтому часто его новосибирцы стараются не использовать в этой расстановке. И это учли блокирующие казанцев. И вот посмотрите, два мяча выиграли на блоке подряд. Это колоссальный допинг, между прочим, для любой команды. И вот моментально ситуация из равной. Счет превратился в 8-5. Сейчас неплохо. Вермилева несколько раз сделал передачу в край. И мы видим, что Андерсон поддерживает тот боевой настрой. И по линии удар прошел на ура, скажем так. Очень мощно, без всяких сомнений. Он атаковал по линии последний мяч. И эти эмоции, которые сейчас захлестнули казанцев, они им помогают набирать очки. Но пока все равно не взаимодействуют с Михайловым. Опять же, и второй сет, и вот начало третьего. Вермилево отдает первому темпу в край. Но с Михайловым почему-то у него не получается взаимодействовать. Может быть, мы увидим чуть позже это. И скорее всего, увидим. Ну да, мы уже убедились себя, опять же, вспоминаю, финал Олимпийских игр. Это не единичный случай, когда Михайлов, в общем-то, по ходу игр умеет прибавлять. Даже когда у него какие-то, видимо, трудности есть. Находит он. Но тут без связи еще, конечно, не обойтись. Ситуацию. Да, он ему должен помочь. Я думаю, что в первую очередь тем, что не всегда давать мячи в ситуациях, когда передачу сложно дать и когда сложно выиграть. То есть, если есть возможность, вот как сейчас, например, без блока или на летящем блоке отдать передачу, чтобы игрок почувствовал, а потом такой игрок, как Михайлов, будет забивать любые передачи. И высокий, и быстрый. Абсолютно любой вариант будет проходить. Вот какие-то замены уже готовят. Ну, пока, Вермилево, посмотрите, дернул. Нестандартной такой подачи, просто нестандартной, ничего сложного в ней нет. Он подает в район трехметровой зоны, и локомотив сразу ощутил трудности на съеме. Ну, кстати, вещь достаточно действенная. Я вот вспоминаю опять олимпийские игры. Там Сергей Гранкин в игре против США, помните? Да, да, да. Он такой же подачи задергал команду, которая до этого стояла без каких-либо проблем, вроде бы, в приеме. Да, потому что все идет, как на тренировке. Подается подача, съем, и все идет без... Схематизм, да. А здесь нестандартная ситуация. Может быть, связующий не вставит вовремя перестроиться. И что помогает, вот, команде действительно набирать очки. Действительно, был такой момент на Олимпиаде, когда Гранкин вышел, просто подавал в третью зону, и связующий не знал, куда сделать передачу, чтобы вернуться опять в той наигранной схеме, которую наигрывают каждый день на тренировке. Опять же, эти укороченные мячи, да, они все-таки очень сильно затрудняют игру с первым темпом. Можно быстро покнуть край, а вот когда все на таком клочке, что ли, собрано, и приемы передачи, и допадающий игрок, очень трудно первый темп задействовать. Это тоже учитывается. Вот матч с американцами это повезло, они как раз через центров нас очень терзали тогда заметно. Ну, здесь может быть другая ситуация, но тоже это пользу приносит блокирующим легче оценивать ситуацию. Ну, подача не летит все-таки, не летит у Казани. Если во втором сете Андерсон, мы видели, подавал и мощно, и не рисковал, то вот сейчас он... Ну, ошибся, может быть, кадетская ошибка. Он не сильно подавал и попал в сетку. Доказал мне сейчас большой плюс, что не так агрессивно подает локомотив в этой партии. Разве что вот планер, да, пока трудности вызывает, а силовая не так здорово летит. И блок работает. Вот это, конечно, важно. Ну, немножко выбили площадь из-под ног у локомотива вот этим моментом, когда Верминиев подавал. Посмотрите, сейчас вот и с передачей какие-то проблемы были у локомотива. Занервничали игроки немножко, и та успокоенность была у них, и уверенность в своих действиях она немножко пропала. Ну, вот длинная зона, да, о которой мы говорили. Даже с центра поля проходит, потому что волныч высокого роста бросает, и Амблочин просто не успевает прыгнуть в центре с ним. При этом он должен еще посматривать в сторону Нильсона, до которого, если подняться с центральной, уже не успеть, если передача последует за голову. Тут, в общем-то, такой интересный достаточно момент и действенный главное. Неплохо у них получается эта зона, причем она у них получается не тогда, когда есть стопроцентная доводка, а вот именно когда мяч приземляется в районе трехметровой зоны. Так же, как играл Волков в сборной, вот он тоже очень, такая у него была неприятная для соперника. Это комбинация, когда Грандкин ему пасовал отведенные мячи, и практически ничего не мог сделать центральной соперникой. Волю еще неплохо, что он на блоке действует, да, он несколько мячей выиграл, в общем-то, успевает чаще всего, поэтому, наверное, и такие эмоции там, удачные атаки Апаликова, в том числе, вызывали. Потому что, ну, не просто против него сегодня нападать. 13-9, Нильцин ошибается на подачу, но вот ошибок побольше и в Новосибирске становится все-таки. Я имею в виду, и не приводит мяча в игру. Михайлов? Нет, Михайлов пока не хватает Казани немножечко. Ну, Михайлов игрок, который делает результат вообще обычно, поэтому, сказать, что не хватает его немножечко. Счет 0-2 на таблое, без Михайлов выигрывать трудно, можно по-другому. Он находится на площадке, но его не хватает. Нет, 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 нет взаимодействия. Я понимаю, о чем вы, я говорю, что Михайлов или он есть, тогда легко, либо его нет, и это очень трудно, как сейчас. И, в общем-то, во многом из-за неудачной, наверное, играли с ним Бермили. Мы его не видим пока в полной карасе. Но вот зато заигрывает, видимо, с американцем, да. А с американцем он взаимодействует вот именно в этой партии очень неплохо. А ему попроще, они все-таки на одном языке говорят. Андерсон играл в Италии последний сезон, и мы видим, вот даже на некоторых планах общаются они между собой. То есть, так коммуникацию несложно им осуществлять. Но Новосибирск держится пока. Держится вот на том расстоянии, которое не дает облегченно выдохнуть казанцам, да. Мы видим, как энергично ходит там Андрей Воронков. То есть, он еще весь в борьбе в этой партии намерен бороться за концов. Да, конечно, намеренно. Локомотив вышел из того цепного стены, которое было в начале партии. Сейчас идет игра съем-съем, и у кого нервы сильнее сейчас, кто первый сдастся, тут, наверное, и проиграет этот сет. Потому что сейчас, посмотрите, снимается слева, снимается справа команда. А вот кто первый поползет, либо разрыв дальше, либо, наоборот, разрыв начнет сокращаться. Для Казани сейчас, естественно, нужно увеличивать отрыв. Потому что, если в обратную сторону, то мы больше не увидим следующую партию. Ну, и мы видели последнюю атаку. Вот, наконец-то, Вермиле с Михайлом идеально просто попал, да. И в темпы, и по ширине, по скорости. И мы видели, насколько убедительен был Максим Михайлов в этой атаке. А вот взлет за головой не прошел. И продолжается там такое сверление глазами друг друга. А Паликом против Вольвича вот этот дуэль. Сейчас хорошо помог. Сейчас хорошо помог крайний. Дивиш хорошо помог на блоке. И попал-то он в руки Дивиша. Обыграл своего и попал в руки Дивиша. Он очень рискованно стоял в центре. Очевидно, идет подсказка от тренеров, что не играет Михайлов. Поэтому его бросают. Бросают и уделяют больше внимания первому темпу в четвертой зоне. 16-12 после очередной ошибки новосибирцев на подаче. Ну вот много мы говорим о подаче. И действительно, в третьей партии все-таки вот такой уровень держать уже не удается. А держать это очень сложно. Тут еще и усталость, наверное, накапливается. И пока еще игровой тонус, наверное, не в полной мере командами обретен по-настоящему, чтобы вот долго так все получалось, где-то тонко там и рвется. Подавать новосибирцы умеют, но вот в этой партии не очень не хватится. И сразу насколько легче «Зенит». Ну «Зенит» свою игру потихоньку нащупывает. На съеме мы увидим, что намного увереннее себя чувствуют, меньше ошибок. То есть и на приеме стал мяч ближе к сетке, долетать и первыми темпами угрожают. Поэтому «Зенит» сейчас неплохо играет. То есть их немножко свою игру почувствовали. И «Локомотив» цепляется, но «Локомотив» не отпускает их далеко. Держится постоянно где-то рядом и ждет момента, когда можно будет, наверное, атаковать. И, может быть, «Казанцы» где-то допустят оплошность или неуверенность. Ну «Тюрмили» ошибается на подаче. То есть он подавал свою короче. Ну а сейчас не смог перебить верхнюю трусу. Мы видим, как он переживает. Сейчас он выходить из первой зоны и кому-то адресовать передачу. Всегда такие моменты очень опасные для связующих, когда он выходит и не подает. А если еще и мяч с отведенной будет, да, дополнительные трудности. Мы сейчас хороший прием. Можно нормальное решение принять. Один блок, да, обеспечить «Андерсона», что он и делает. «Андерсона», мы видим, активно загружается во второй зоне. Не стесняется это делать. Но это, наверное, в расстановке. И съем на нем держится через раз практически. Но перестал подавать при этом абсолютно. Вот третья ошибка. Тоже выстрелился во второй партии, что у него летело. Пока, по крайней мере, на данный момент. Ну, сейчас более спокойно зенитовцы к этому относятся, потому что, ну, съем они держат хорошо. Прием есть, они берутся. Можут рисковать, конечно. Да, но сейчас на подаче Гуцеляка важный момент, потому что у него очень неприятный планер. И сразу сложности. Новый вернулся Вермилия. Красивая передача. А Паликов там все с кем-то выразительно очень переглядывается. Ну, красивый был момент. И Михайлов получился на одном блоке в итоге. Ну, вот это, да, его передача. А Будько опять недоволен качеством. Опять же, да, ну, пас одной рукой всегда может вопросы какие-то вызывать. В данном случае вроде бы все неплохо выглядело. Опять же, мы звука не слышали. Может быть, связующему виднее в данной ситуации. Хотя, я думаю, что у Вермилия, у Будько абсолютно противоположные мысли о качестве этой передачи. Вот, шанс у Зенита еще больше увеличить разрыв. И пошла работа у Михайлова. Он наконец-то, вот, Вермилий почувствовал, что нужно для его диагонального. Вспомнил. Точнее, все это было и раньше, естественно. Вспомнил прошлый год, когда Лигу Чемпионов выиграл Зенит. Без взаимодействия Вермилия и Михайлова там, конечно же, не обошлось. Причем оно было на высочайшем уровне. Хорошо, он его сейчас задействует в концовке при большом отрыве. И потихонечку мы видим, что Макс приобретает уверенность. И мы видим того игрока, к которому привыкли видеть. То есть, уверенные две атаки в диагональ. Вторая была даже на летящем двойном блоке. И уверенный съем команды. 19-14. Баранков взял перерыв. Так как счет становится угрожающим для его команды. И приходится как-то делать корректировки. Или пробовать, может быть, другую какую-то тактику, чтобы остановить казанца. Ну, сейчас, да, сейчас бороться непросто. Задергать немножко соперника, сбить его с этой игры. Сейчас хотя бы хоть каким-то способом. Но, наверное, самое неприятное для Воронкова – это понимание, что Михайлов действительно свою игру уже нашел. И теперь еще проблема еще одна появляется у этой команды. Как его останавливать? Кто, в общем-то, свое дело блокирующие делали, Михайлов ошибался. Сейчас он ошибок перестал делать. Значит, надо что-то менять. Андерсон сейчас атаковал комбинацию пайп практически как первый темп. Чуть-чуть выше передачи была, чем первому темпу. И он так уверенно по первой зоне. Андрей Зубков опытнейший, связующий. Сейчас замена Будько. Ну, я думаю, большей частью это, наверное, возможность Будько немножко остыть, да, осмотреться. Я думаю, что вернется он на площадку, если эту партию команда его проиграет. Ну, а если выиграет, то уж понятно, что не вернется. Что не вернется, да. В этом матче. Но все идет к тому, что, пожалуйста, Зигит уже теперь этот сет не отдаст. Больно уверенно действует. Да, и может быть, имеет смысл поменять связующего, так как Будько немножко отойдет, посмотрит со стороны. 20-14, в принципе, для команды этого уровня счет, который, ну, можно списать на чудо, если возвращается все назад. Ну, к тому же мы видели, да, что Будько там все чаще и чаще к арбитру стал апеллировать. Немножко занервничал сам и передается этой команде, безусловно, когда связующий не очень спокоен. Сейчас надо прийти в себя. Смотрите, и подача его палитра полетела. Ну, вот так складываются кирпичики той зенитовской игры, да, против которой непросто будет найти противоядину. Да, теперь уже получается и у первого темпа, и у второго уже имеют проблемы, блокирующие локомотивы. Ну, и вторую замену. Это не двойная, это уже вторая замена в этой партии. Нильсину тоже дают передохнуть, но и заодно, наверное, Воронкову Андрею хочется посмотреть, как Воронков Филипп будет себя чувствовать в атаке. И, может быть, замену придется делать. Опять же, мы не очень хорошо знаем, в каком физическом состоянии находится сейчас шведский диагональный и насколько его в этом матче может хватить. Две партии он отыграл здорово. В этом сете уже не так заметен его вклад в игру. Ну, в этом сете мы больше видим хорошие действия Казани, поэтому, естественно, на этом фоне немножечко меркнет действие локомотива. В принципе, 22-15 хороший отрыв. И, естественно, больших моментов и лучших моментов продемонстрировали казанцы в этой партии. Ну, а Филипп Паранков со своей подачей, которая может попортить нервы казанцам. Да, и мы видим, с первой подачи локомотив выигрывает очко. И опять же, сложный мяч какой, а нет, даже на стороне соперника. Сыграл, я думал, ошибся, если передать. Что-то, наверное, игра на стороне соперника была прежде всего. Каче передать здесь уже значение не имело. 22-16 Воронков. И вторая подача, наверное, настящая просто. То есть человек, который выходит с замены и подает, наверное, лучше, чем с игры. Поэтому его всегда подпускают на подачу. И неоднократно уже и соперники, и все мы убеждали, что это действительно сложная подача. Но действительно, он когда выходит и подает ее с той долей риска, которую может подавать, то она поднется точнее. В данном случае два очка из двух подач. Тут даже Максим Михайлов так четвертым стал в прием, но от этого легче не стало. Не стало, потому что летит подача хорошо и летит между еще двух игроков. Конечно, это очень сложно для принимающих выбивать ее вверх. Молодец, Филипп, хорошую подачу. Вот сейчас Владимир Олегов взял перерыв в надежде на то, что после перерыва, может быть, он начнет как-то страховаться и подавать неполную силу. Ну, благо, у Олегов не перерывы были. Сет развивался, что не было необходимости ему в игру вмешиваться. Достаточно было технических тайм-аутов. Молодец, Вермелев, сейчас вот с такой сложной ситуацией. Он, в принципе, четко сыграл с первым темпом, рискнул. Посмотрите. Ну, и по качеству, да, тут как раз обросим тот игрок, которому надо все-таки мяч вкладывать в руку, да, по большому счету. Сейчас идеально была выполнена передача, но и обросим его в сел хорошо. 23-17. 24-17. И Михайлово подача полетела. Но теперь новосибирцам много проблем предстоит решать четвертой партии, потому что соперник, соперник почувствовал свою игру. И останавливать ее будет непросто. Но замена такая плановая тоже абсолютно. Колодинский, наверное, на блоке посильнее, чем у Вермелия. И связующего на связующего Валдина Орлек не для этого сейчас не для. Да, 100%. Потому что, чтобы не оставаться без связующего, если есть человек, который хорошо, вернее, не человек, а связующий, который хорошо ставит блок. Ну, и повыше значительно. Колодинский, наверное, прыгает повыше, собственно. Это мы знаем прекрасно. С физическими данными у Игоря все в полном порядке. Взбивается Ромал Ороньков темп. В общем, этот перерыв, скорее всего, был взят для того, чтобы команду как-то, вернее, использовать перерыв, использовать его для того, чтобы казанцы немножечко, немножко сбить темпы. Чтобы они немножечко затянули в этот момент. Сейчас локомотиву явно некуда. Они эту партию проиграли. И надо сейчас как можно больше, чтобы время прошло в начало следующей партии, чтобы прийти в себя. Чтобы осмыслить, что же поменялось в игре казанцев и почему так неудачно сложился третий седл. И команды проиграть можно по-разному. Ну, здесь они проигрывают без вариантов пока эту партию. Вот это, наверное, больше всего настораживает новосибирцев. Опять замена на подачу. На подачу, да. Вернели возвращается. Ну, теперь его команда в приеме. Теперь вопрос на блоке. Ну, шесть сетболов тут как бы не подавал Жилин. В такой команде, как Казань, выиграть сложно. Я тоже согласен. Естественно, отчаяние рискует. Но тут можно завершать сет. Уверенно, это делает Юрий Бережко. 25-18. И казанский «Зенит» один сет отыгрывает. 1-2. Четвертый сет в матче «Локомотив» Новосибирь-Зенитка-Казань. Ну, а точнее наоборот. Потому что казанцы сегодня хозяева площадки в матче, в котором помимо важнейших турнирных очков, ну, правда, в первом туре любой результат, наверное, в дальнейшем турнирном пути можно исправить. А вот Суперкубок уйдет, если проиграешь в этом матче. И пока новосибирцы ближе к победе, но они еще были ближе к ней вот в начале предыдущего сета, когда и 2-0 вроде было, и преимущество по игре. Ну, вот, все изменилось. Третья партия, Казань, УЗ выглядела именно той командой, которая уверенно выиграла чемпионство последние два сезона. Ну, даже в какой-то степени, может быть, и лишив нас интриги в финальном протистоянии плей-офф, не так все было интересно. Но не скажешь, что это о сегодняшнем матче. Соперники достойны друг друга. Мэтью Андерсон. В третьем сете мы увидели уже немножко другой «Зенит», который демонстрировал свою игру, то, что мы привыкли видеть. И для «Локомотива» третий сет складывался не совсем удачно. То есть «Зенит» практически не давал им возможности выполнять и играть ту игру, которую они играли. Сейчас четвертый сет, вот, первое очко выигрывает «Локомотив», и посмотрим, сможет ли «Казань» удержать ту хорошую игру, которую демонстрировала в третьем сете. И для «Локомотива» смогут ли они остановить «Казань» и все-таки склонить чашу весов в этом сете в свое поле. Две достойные команды, которые действительно демонстрируют прекрасный волейбой. Ну и тут тактическое такое соперничество достаточно интересное. Мы видим, как перестраиваются все-таки те и другие. Да, вот «Новосибирцы», добавив вот эту широкую зону первым темпом, многое из этого извлекли. По крайней мере, во второй партии они доминировали. Ну и смогли отреагировать на это, прежде всего, казанцы. Ну и заиграли свои козыри. Тоже мы видели, как в третьей партии упорно пытался так взлет играть за головой Вермиля. Потом Михайлов заиграл. То есть вот туда, где у него не получалось первые два сета, именно там вот он и организовал игру. И плюс совсем по-другому стал использовать Андерсона. Больше подключал его с задней линии, где американец очень-очень эффективен. Ну вот, ошибается «Локомотив». И посмотрите, в четвертом сете начинает Казань с подачи. Неплохую, короче, на подачу сейчас подал Апаликов и практически уже сделал задел для очка. Не позволю Будько сделать и разыграть какую-то комбинацию. Вот так сейчас высокая передача. И уже Бирюков борется на высоком блоке. Перед этим мы видим, он обыгрывал блок, попал в аут. Сейчас решил пройти на силу, но, естественно, попал в центрального. И, видите, отскок под сетку. Опустил мяч. Хотел посильнее забить, но в данном случае блок ему не удалось обыграть. Вот только я хотел сказать, что Бирюков не самый стабильный матч сегодня проводит. Да, сегодня какие-то яркие очень моменты есть. Даже отрезки целые. И потом вот какие-то абсолютно неудачные. И вот на это и реагирует Андрей Воронков с заменой. Илья Жилин заходит на площадку. Да, ну а там подача летит у казанцев уже 4-1. Чтобы там в нападении не находился, сначала надо справиться с приемом Апаликов. Вот. Может, что значит подача? То есть, пока подавал локомотив, проблемы имел Казань. Имели игроки Казани. Как только полетела подача в Казани, соответственно, начались проблемы у локомотива. А подачка полетела? Ну, сейчас из области не берутся. По полной программе, да. Учебная подача, как нужно подавать, чтобы соперник не принимал. Сразу выберет очко, да. Ну, тут кто бы там ни был, да, какой бы Либеров попробовал. Конечно, да. Любой игрок бы сейчас, я думаю, что в лучшем случае бы выбил над собой. Но в худшем, естественно, увидим сразу. И то одной рукой максимум удачно, если подставить ее. Что очень-очень непросто сделать, потому что такая крученая подача, уходящая к ауту и уложащаяся в боковую линию буквально. Тут, конечно. Дать прием. Это первое, что мне надо. Прием. Вот и тренер требует от игроков прием, потому что без приема, естественно, никакой игрок не будет. Когда подающий из четырех подачи двоевые игры, конечно, тут все. Кроме как приема требовать нечего. Любой связующий превращается в простого связующего, если мяч не перелетает в трехметровую зону. Тут это истина, поэтому чем ближе мяч в сетке, тем уже класс связующего отличается от одного связующего от другого. А когда мяч не перелетает в трехметровую зону, конечно, очень сложно организовать какую-то атаку. Вот мы видим, Константин Сиденко появился в приеме у новосибирцев. Но это уже не первое появление на площадке, потому что с этой подачей надо как-то справляться. Первый-наперво, конечно, перерыв этому помог, потому что после таймаута немножко расслабляется подача игроков. Я вообще не желаю с ней расставаться так легко, да и немножко сбивается этот настрой. Но вот это все новосибирцы использовали. Теперь им надо чем-то отвечать. Пока что небольшим везением Нильсена. Ну и блоков, блоков это у совсем другое дело. 5-3. Конечно, нужно отвечать той же подаче, в принципе. А блок организовывает, и автоматик организовывает неплохо, посмотрите. И просто так вот через центр... Через Вольвич вообще снять, он бесполезно атаковать абсолютно. Да, он в большом порядке. Здесь важна, конечно, подача. В данном случае, если умудряются подачей выбить, то для блокирующих задача намного облегчается. Сейчас в данном случае прием был на голову связующий. Мы видим, что тут же Вольвич он бежал и пытался за счет скорости успеть и подставить руки, но практически нереально. Сколько слетал, был в динамике, такой отскок и получился. Практически нереально, потому что Михаилов такие мячи очень-то разбивает. Очень сложно для центральных блокирующих. Вот уже и у Михаилова. Подача она полетела в концовке предыдущей партии, но вот он удерживает ее. И теперь большие сложности локомотива Новосибирского. То есть, по сути, если только Андерсон раньше на своем счету имел, в этой партии уже и Апаликов добавил их, и у Михаилова они были. Это только в этой партии. Ну и еще одна прекрасная подача. И вновь Пайп с Андерсоном. Вот и здорово получается. Да, можно сказать, что разладился прием. Полетела подача, еще и прием разладился. Сейчас не очень сильная была, а примерно тусто. Сразу закончились и чудеса в защите, и блок не успевает. Ну, сложнее, конечно. Видимо, очень нехорошую высоту нашел для атака Андерсона с задней линией Гермеля. То есть, это так и Пайп, но такой не с высокой передачи. Вот на скорости Андерсон за счет своей высоты. На нужной высоте он получает быстрый мяч, да, и сбивает. Очень сложно блокирующий вообще успевать. И посмотрите, какие там творческие споры сейчас идут. Опытный Сиденко. Ну, он организовывает блок, потому что он игрок в задней линии. Очень зависим от блока. Что если даже человек, бывая центрами, не успевает, то лучше, может быть, не прыгать. Потому что если хороший защитник и нападающий адресует его зону, то в защите бывает легче обработать этот мяч, чем закрыть его летящим блоком. Ну что, технический тайм-аут, можно сказать, что он вовремя для локомотива Новосибирского. Но, с другой стороны, ничего хорошего для них в этой ситуации нет. Потому что события развиваются так, что полное преимущество казанского «Зенита». Как все разительным образом изменилось в этом матче. Можно опять порассуждать о непредскользуемости пятого сета, но у нас такой, если хотите. Небольшие размышления на тему Олимпийских игр. Как можно изменить ситуацию по ходу одного отдельно взятого матча. Но такой критической, конечно, не было для «Зенита» ситуации в партии третьей. Поэтому сравнение не совсем корректно. Но зато преимущество, которое сейчас у «Зенита» есть, оно тоже... Да, преимущество даже, я бы сказал, какой-то, может быть, не волейбольная энергия. Потому что сейчас смело бьет на тройном блоке «Американец» и мяч проходит. Ну, у них уже психологические преимущества, проще говоря, психологические. Можно сказать, что все проходит. Просто нереальный мяч, который бьется в центр лука, он все равно заваливается сюда. И находит дырку, которую 100% на подачу не видит. Теперь уже и право есть на такие атаки у хозяев, потому что они преимущества в счете все обеспечены. При том, что продолжает держать прекрасную подачу Максима Михайловна. 9-3. Замена вновь связующего, вновь Андрей Зубков. Но тут какие-то претензии, да, по этому отрезку Будько предъявлять. Ну, просто Воронков пытается что-то изменить. Да, сделать какую-то остановку на подачу. Потому что действительно Будько какие-то претензии предъявить невозможно. В общем, он гонялся за мячом и как-то его подкидывал вверх. Да, тут о передаче даже речь пришла. Достаточно длительный период. Ну, и вторая замена. Нинцын меняет Воронков. Но это все на ту же тему. Просто паузы нужны. Перерыв остался один-единственный. Его тратить рано, наверное. Ну, а что-то надо менять. А подача летит, а летит. Летит, и счет увеличивается и увеличивается. Естественно, какие-то преграды нужно ставить. Хотя бы временные, которые есть в компетенции тренера. Аказань вновь смягчает атаку. Вновь Михайлов. По сути, на одном блоке. Очень давно он уже на одном блоке играет. Что тоже, да, наводит на определенные размышления. Не успевать. Перестали успевать к нему блоки России и новосибирской команды. Ну, может быть, опять же, повторюсь, нужны темпы, нужную скорость передачи. Вермили все-таки таким опытным путем в этом матче нашел. Ну, молодец. Он прочувствовал в данном случае. У вас есть опыт. Да, вот эту ситуацию прочувствовал, когда рядом, находясь с Михайловым, он все-таки отдает Михайлову не первому темпу. Блокирующий Новосибирск дергается на первый темп в этой ситуации. Хотя, теоретически, крайне не должен дергаться. Вот сейчас о чем говорит Леня. Там, в принципе, один метр дистанции. Просто держи на смягчение. У тебя, Михайлов. Все. Давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, пришлось все-таки второй тайм-аут использовать. То есть, он замены сделал, которые у него были. Он трех поменял уже в этой партии игроков. Куда больше. То есть, осталось право у него на обратные только замены. По сути, вряд ли еще кого-то можно выпустить, чтобы усилить игру. Ну, еще есть опытнейший Игорь Шулепов. Может быть, ему дать какой-то шанс в этом матче. Да, сегодня мы не видели еще Игоря Шулепова. Поэтому, может быть, 11-3. По такому счету он, конечно, спаситель вряд ли бы стал. Ну, зацементировал бы хотя бы на какое-то время. Ну, может быть, да. В атаке, конечно, ему тяжеловато. А на приеме он бы зацементировал. Смог бы выбить этот мяч. Дождались. По-другому не сможет. Дождались. А все-таки Михайло, но счет уже при этом просто убийцами для новосибирцев. 11-4. Продолжают просто штамповать очки зенитовцы. Но, в общем-то, да, вот из этих четырех очков сколько сами выбили новосибирцы в этой партии, честно говоря. Неподанные подачи соперника. Сами ничего не могут выбрать, получается, практически. Ну, сейчас все получается у казанцев. Подача летит и доигровка. Вермилио четко разбирается с блокирующими противниками. То есть адресует передачу туда, где находится более слабый и не спевающий блок. Поэтому все легко получается у казанцев, в отличие от новосибирца. Посмотрите, доигровка. И практически без каких-либо помех Михайлов донзает этот мяч в площадку. Да, и все на разрыве блок. Видим, не успевает. Но сейчас Волейш вроде был на месте, но блок закрывал линию почему-то. Ну, вот Игорь Шулепов. Ну, понятно, при этом все эти надо и состав вроде дать передохнуть. Дивиш отправился на скамейку. С другой стороны посмотреть. Может быть, Шулепов тот игрок, который как раз в пятой партии помочь сможет. За любую мелочь сейчас Андрею Воронкову надо цепляться. Потому что по этой колее можно только к поражению прекратить. Конечно, Шулепов будет стоять до последнего. Я не думаю, что после того колоссального игрового опыта, который он приобрел за годы своей карьеры, что его может испугать счет, либо какая-то сильная подача. То есть я думаю, что он видел уже очень много моментов и участвовал в очень разных эпизодах для него. В этот момент при счете 13-5 оказаться на площадке, это абсолютно романным счетом ничего не значит психологически. Ошибка давненько мы не видели. От зенитовцев Андерсон управляет мяч в аут, но при этом счете, в принципе, волноваться пока нечем. Поклонникам Казанского клуба, да и самим были баллистом. Хотя вот несколько таких ошибок мы от Андерсона видели. Именно по длине он, если не попадает по рукам, уходит. Такой игрок, один из немногих, я бы отметил даже, что он игрок, который может высокие мячи нападать в линии. Вот в современном волейболе очень немногие игроки владеют такой техникой. А еще одну очку выигрывают Новосибирцы. Задел, судя по всему, Андерсона мяч. Давайте еще раз посмотрим. Там касание было, но не попал в кадр, к сожалению. Но никто не спорит. Андерсону самому понятно, что это касание было. 13-7. Хороший сейчас прием. Я смотрю, Владислав Бабищев появился тоже у казанцев. Но меняют либеры и те, и другие. Вот это, конечно, обидный мяч упал. Очень обидный, потому что как-то волна такая сильная склестнула у Казани. И Локомотив начал цепляться. Вроде бы неплохой эпизод. Вот и неудобная передача была. Посмотрите, обманный удар и не дорабатывает защиту. Вот там еще, видите, в защите играет центральный, большой. Ему трудно такие мячи тащить. И это учел, конечно, при своем обманном ударе сейчас нападающий. Зенита. Вот из таких мелочей, в том числе, складываются выигранные очки в волейболе. Все надо видеть, все оценивать. Нет либера, зато есть большой защитник, который не самый искусный в этом плане. Его бросили подальше. Ну, Филиппу, конечно, сложно бороться. Воронкову здесь со стационарным блоком, мне кажется, сейчас ошибка больше связующего, потому что он отдает ему в близкую сторону, на заднюю линию. Для него сложно. Игрок, который, в общем-то, имеет тенденцию атаковать по пятой зоне. Короткие мячи, конечно. Имея небольшой, невысокий рост, ему очень сложно обыграть тот блок, который не летит. Если бы был летящий блок, конечно, было бы намного легче. Ну, все-таки, как-то смогли зацепиться где-то. Ну, вот на этом разрыве, скажем так, смогли затормозить. Затормози, да. Затормози, не зацепиться быстрее. Затормози тут пока не речь не идет, да. В общем, дело. Пару неудачных атак Андерсон. Вот подача на вылет. И причем такая же, как бы, исполнила Паликов. Может быть, не такая сильная, но настолько же точная, да. Причем мы видели, что у казанцев там близко никого не было в той зоне. Где сейчас по расстановке металов? Он может стать дополнительным игроком в прием? Но тут не такая сильная подача здесь. Здесь просто... Да, очень точно летит первую зону. Но обычно там Либера стоит. И обычно все-таки открывают больше первую зону. Потому что, действительно, такая подача очень сложная по исполнению. Касание сетки. Вот какие нелепые пошли ошибки у казанцев. И 15-10. Вот после того, что мы видели в начале партии, смотрится уже вполне, вполне... А, ну тут слишком уж... Ну он бы мог не хвататься, и сетки бы не было. Да, да. То есть то, что он задел плечом, это не ошибка. А то, что он схватился и точку опоры искал с помощью сетки, конечно, это перебор. Тут все понятно. Хороший прием сложной подачи. И Андерсон в линию. На одном блоке даже он не стесняется по линии атаковать. Но у него хороший перевод, очень хороший перевод. То есть это тот игрок, который мы оставим в линию, он не попадет. Есть такое понятие, что... В ней часто в ширину аут уходит, да, в таких случаях. 16-10. И тем не менее, я думаю, что Зенит не должен иметь проблем в этой концовке. Но он и осибирцам надо вот по крохам собирать то, что у них было в первых двух партиях на пятый сет. Все-таки именно в той решающей пятой партии. Скорее всего, будет разыгран суперкубок. Кстати, из пяти партий у нас суперкубок еще не разыгрывался. Вот что интересно. Один раз было 3-1 в 2009 году. Кстати, в Казани здесь столичная «Динамо» выиграла со счетом 3-1. Тоже вело 2-0 по ходу матча. Ну, там казанцы один сет смогли только отыграть. Здесь похоже, потому что впервые суперкубок выиграли с пяти партий. Ну, что в остальных трех случаях был 3-0 в пользу одной из команд. 6-2 на какой-то момент был отрезок результативных курсов новосибирцев. Большой отрыв в четвертой партии тоже не зина хорошо складывается. Ну, в пятой партии вообще она вещь алогичная. Да, и по старым правилам, в принципе, она чаще всего логична была продолжением того, что вот было в предыдущем сети. Так уж получалось там. Вы сами много еще играли при той системе очков, наверное, помните. А вот здесь, конечно, 2-3 розыгрыша в начале сета могут совсем другое настроение создать, которое уже трудно переломить. Да, если идет такая, как, самонаврисцепная реакция, как мы видели, вот первые мячи локомотив проигрывал, то, естественно, никакой борьбе в пятой партии уже речи быть не может. Ну, вспоминая второй сет, как сразу локомотив пошел набирать очки, что-то похожее мы видели и в обратную сторону. Да, я имею в виду, что сама ситуация, когда команда попадает в какую-то яму, из которой не может выбраться низкая очков, то пятая партия заканчивается быстро. То есть, пожалуй, такое ощущение, что этот мяч пасовал для Андерсона Вермили, атаковал там Бережко с задней линией. И вот ему неудобно такую быструю передачу. Ты так поторопился немножко, мне кажется, в суде. Или упал, вообще ли? Упал. Второй блок, да, на самих площадке. Ну, если еще и Андерсен будет подавать, как во втором сете у него получалось, то совсем сложно будет новосибирцам. Ну, правда, в этой партии это не так уж и принципиально, а вот что будет в пятом сете. Что ж, по первой зоне подача? Ну, Шелепов стоит. Стоит, как скала. Да, да, до этого и вышел. И уж не знаю, там оставить его, не оставить, но то, что по задней линии ему можно вполне пропустить, да, в решающем пятом сете он доказал уже. Хотя он и по передней линии прошел-то без особых потерь. Там Евгений Севажелес, кого заменил Андерсон, дают отдохнуть, похоже, немножко. Да, наверное, готовят к пятому сету. Ну, в приеме, прежде всего, надеяться, Севажелес сыграет сильнее, чем Андерсон Олек, наверное. То есть он лишает себя пайпа с одной стороны, но с другой стороны там три нападающих. Справится уж как-нибудь без этого пайпа на передней линии-то. Поменял направление, не успел Шелепов среагировать. Матю Андерсон, дебют у него сегодня в майке «Зенита» в национальном передстве России. Ошибается Воронков. Ну, тяжело ему, ему тяжело. Тройной блок, то есть игроку, такому, как Воронков, в принципе, даже высоко прыгая, очень тяжело обрабатывать высокий мяч против стационарного блока. Ну, да, во-первых, он не самый высокий еще при этом диагональный. И, наверное, не с такой высоты атакует. Он ищет варианты обыгрывать. Ну, вот, когда мы говорили про Нильсона, то есть тут игрок, который не прыгает, ему легче. Он высокий, то есть быстрый выход под мяч и быстрая атака. В данном случае не дает прибежать к тройному блоку и выстроить хороший стационарный блок. Игра на стороне соперника вновь показывает Виктор Марков. Ну, здесь, собственно, и ошибка при передаче наличества. Так что здесь... У кого-то она была, либо перелетела, либо у связующего. Еще один дебютант новосибирцев Вячеслав Махвортов. Ну, это игрок такой больше вспомогательного плана. Сейчас, наверное, дает передохнуть основному. Набегался Артем Вольвич, тут ничего не скажешь. Да, готовится к пятому сету, потому что, мы уже говорили, 21-12 команды этого уровня. Не отпускают. Да. В муском виде будет, это вообще практически не я. К тому же, видите, совершенно простые ошибки начинаются у новосибирцев. Ну, в общем, доигрывают, я думаю, этот сет, потому что результат этого сета уже ясен, но доигрывать все равно приходится. Сколько получилось, по сути, пять замен, да? Все, что можно поменять, в этой партии Баранков поменял. Больше просто нету игроков в заявке на эту игру у него, похоже. То есть, пять полевых игроков вышло. И сегодня мы увидим, действительно, пять сетов. Матч, достойный суперфинала. Соперники достойны суперфинала. Будет ли суперфинал, но то в конце сезона, пока суперкрутка. Но, на самом деле, один матч, он и есть суперфинал, по сути, из этой трофии. Пробует Вермиля совсем сложный передачи первым темпом. Но прошло, не прошло, было неплохо, потому что легкая жизнь новосибирцам точно это не подарила, но Воронков не успевает пройти по ходу. Он так понадеялся, он в центр не дойдет. В данном случае это Александр Абосинов был, но успевает тот. Опять же, за счет того, что Воронков не очень высоко снимается. Не надо высоко на блок приходить, да, центральному. Достаточно руки показать немножко. И вот он, пожалуйста, встретил эту атаку. 23-13. Игорь Колодинский появился у Казанцев. Ну, по сути, сейчас обе команды восстанавливают своих лидеров перед решающим пятым сетом. Илья Жилин. Я не удивлюсь, если стартовый состав выносит Андрей Воронков. Так сказать, что кто-то из резервистов проявился настолько, что его надо оставлять. Не, не, 100% будет играть стартовый состав, и он их немножечко бережет на скамейке. И психологически дает расслабиться, чтобы они не находились на площадке и не проигрывали с таким крупным счетом. И не делали каких-то ошибок, которые не позволят, может быть, им играть в пятом сете настолько расслаблены, насколько должны они выглядеть и быть настроенными на победу. Хорошая подача сейчас летит. Ну, в принципе, вот резервный состав выполняет свою миссию. Он должен максимально долго продержаться в этой ситуации на площадке. Это делается, но очень долго не получится, потому что уже сетбол 24-15. И на подачу Юрия Березкова вполне все может и закончиться в этой партии. Какая-то заминка там. Вроде бы уже должна закончиться четвертая партия. Все, какие-то заминки, непрогридные обстоятельства. Ну, вот еще одно очко для новосибирцев. 24-16. Ну, и кто там подает? Улья Жилин? Нет. Мяк в игру сделал это неудачно. 25-16. Завершается второй сет. Четвертый сет, но не завершается у нас матч, потому что решающая пятая партия, в которой, ну, ясно, что будет одно очко дополнительно разыграно. Чемпионат России по одному очку команды к данному моменту уже заработали, поскольку результат 3-2 у нас неизбежен. Ну, и главное, суперкубок обретет своего нового ли владельца. Это мы посмотрим. А может быть, Зенит третий год подряд оставит его у себя. В принципе, вот если исходить с данной конкретной ситуацией, вроде, да, кажется, что Зенит не должен уже никак упустить ситуацию. Ну, у Воронкова сейчас было масса времени, чтобы дополнительно пообщаться с каждым из своих основных игроков, поскольку он их посадил на скамейку запасных. И там он же мог разобрать любой момент досконально. И даже на практике, по-моему, чуть ли не указкой, как в школе показывает, как играет соперник. Потому что Зенит только-только в самой концовке поменял связу. Вот так Владимир Олегов старается все-таки основных своих игроков в тонусе сохранить. В пятом и сету, я думаю, ему это удалось. Но вот чем ответить на Новосибирск? Ну, Новосибирск, наверное, выставит основной свой состав. И я думаю, что они вернутся и покажут ту игру, которую мы увидели в первом и во втором сете. Потому что мы увидели как-то две разные команды на самом деле. И стоят с другой стороны. Да, и стоят с другой стороны. То есть вначале команда в Казани не могла найти свою игру. И мы видели, что Зенит, извините, Локомотив уверенно их обыгрывал. Потом с третий и четвертый сет поменялись ролями исполнителей. Мы видели только Зенит на площадке. А Локомотив, в общем-то, отбивался от той игры, которую демонстрировал Зенит. И вот пятый сет на сегодня мы должны... Вернее, он нам покажет, что кто-то чуть сильнее. И какая из команд может показывать свою игру на протяжении всех пяти сетов. Да, но Суперкубок тут еще давит. Я думаю, что будь это календарный матч чемпионата, просто... Новосибирцы уже сейчас были бы довольны перед пятым сетом. И где-то даже могли себе позволить быть раскрепощенным. Потому что они приехали к чемпиону. Они увезут минимум одну очку отсюда. И, в принципе, они бы уже в выключенной ситуации стояли бы на данный момент. Но сейчас, когда есть трофей, да, тут, конечно, давление другого толка совсем. Ну, вот в основной состав выходит. Ну, да, у Казани понятно тоже, кто. Тут, в общем-то, стартовые составы и с той, с другой стороны мы сейчас увидим на площадке. И много будет от старта сета очень зависеть. И... Все, в матче у кого полетит, подай, а чем первый. Мы видели, какое давление способны оказывать и те, и другие, на соперника. Ну, для начала, кто первый подает. Так, судя по всему, это будет делать... Даже Трума, пока сказать, наверное... Трума, она не растворит. Я смотрю, Либера повел с одной стороны, но он и с другой стороны готов войти в игру. Только арбитр сейчас, капитанный команд, знает, безусловно, об этом. Ну, и тренеры, которые подавали расстановку, исходя из того, именно, кто будет подавать. Безусловно, тут тоже своя тактика существует. Наверное, все-таки будет логомотив подавать, судя по расположениям. Ну, да, вот. По крайней мере, туда пытается отправить мяч второй рейф решил. Ну, судя по всему, подающий как-то внимания не обращает. Мяча не ждет, но вот, вот, здесь он отдохнул прилично. Хотя, так не сказать, что устал. Посмотрим. На плане переходим сразу. Пробал подавать силовую вначале. Здорово в защите играет Либер Новосибирская команда. И не было касания блока при атаке Дениса Бирюкова. Так могло бы оно там быть, но похоже, что так и нет. Действительно, не было. Мяч закрутился именно обтрос. Давайте посмотрим. Слишком, да, он искал большой угол обстрела. На самом деле, передача была неудобна. С этого плана хорошо было видно, что руки Николая Парикова совсем в другом месте. Да, какая-то перепалка возникла под сеткой за это первого мяча. Но судя четко видел. Да, разобрался прекрасно. Виктор Марков здесь никаких вопросов. Нет, вообще, очень ровно и хорошо сегодня он отсудил. Там вот те моменты с определением ошибки перепередачи, это все-таки перерогатива арбитра. Он сам устанавливает определенную жесткость, да, как он будет эти моменты судить. И он ее должен выдержать. И с этой точки зрения к Марку вопросов нет никаких сегодня тоже. А других-то спорных моментов мы и не помним, да, честно говоря, сегодня. Удивление так. Да, да, сейчас как-то непонятный момент какой-то возник. Как раз в нашем обсуждении какой-то непонятный для меня... Ну, сработал блок и ошибка там была при первой передаче. Нет, два касания, он свистнул два касания. Два касания, а бросил мяч, по-моему, попал в две руки поочередно. Серьезно. У меня тоже такое ощущение было. Протащил он немножко этот мяч. Так между руками он забился. На планер действительно перешел локомотив и Бережко подают. Опять, мы помним, в первой партии его уверенно выбили новосибирцы. И он был даже заменен. Ну, а что касается предыдущего эпизода, там в защите разрешаются, да, вроде небольшие задержки. Но в данном случае это была не защита, это страховка блока была. Ну, я думаю, что в данном случае просто ему показалось, что два раза он сыграл, подбил. И второй раз подбил. На каратке там. В одну и другую руку вполне могло попасть. А вот блок казанцев, вот который уже серьезный аргумент для этой партии. 3-1. И четвертая зона провалилась сразу новосибирцев. Да, Бережко неудачно начал. Так он и не попал сегодня толком. Передача, скажем. Вот посмотрите, если первые два сета Будьков все-таки длинной зоной, что мы отмечали, смог заставить казанцев, казанский центральный блок... Растянуться немного. Да, Растянуться. То сейчас вот именно на этой передаче как раз казанский блок не среагировал. Среагировал на второго игрока. И четкий блок поставили Бережкову сейчас. Нильсон. Вспомнили про него наконец-то. Давненько мы его в атаке не видели. Но казанцы справляются. И вот сейчас быстрый мяч. Вот может быть сейчас с центральным попробовать. Ну и Нильсон тут. Или с центральным, или за счет центрального получительный блок для Нильсона. В данном случае Будько видел, что остался блокирующий с Вольвичем. Видимо, да, на повторе это тоже. А бросим его в край уже было не успеть. Уверен, а Нильсон диагональ забивает? Это может быть Андрей Воронков не очень угадал в начале партии с расстановкой, что на передней линии Бережков у него оказался. Дивиш, ну обычно начинает расстановкой привычной все-таки. В данном случае просто, ну может правда и не угадал. Кто может предугадать, как тот или иной игрок первые мячи сыграет. Нильсон будет рисковать. И здорово это делает. Сложный мяч забивает. 3-3. Быстро сравнивая счет новосибирца. И причем очень важно, что такой трудный мяч они трудовой сейчас смогли добыть, да? Да. С пятого буквально метр атаковал. Чуть может быть близко подошел Максим Михайлов для данной ситуации. Для столь отведенного мяча. Но, наверное, ждал наката. А Максим приложился уж со всей силы. 3-3. И он же на подаче. На подаче, да. После хорошей атаки, сложности там у Бабичева. Как давненько мы обмачаем его на площадке не видим, да? В какого-то момента вот Владислав Бабичев прочно занял место либера казанской команды. Ну вот он несколько действительно таких феноменальных защит продемонстрировал. Я думаю, после этого он остался. Все-таки он, наверное... С силовой подачей он лучше справляется. Все, но его мачают все не получалось. Не помню, да? Какие сложности та же подача Нильцина выживала. Бережкова 4-3. Да, ну, это ошибка, конечно, непростительная. Но может и заменить часов Андрей Воронков. Вот, а Мачаев, пожалуйста. Да. Какое там касание хочет увидеть Дивиш, если блока не было? Любопытно. Да, может, немножко неудобная была передача, но все-таки без блока она была. Поэтому в площадку-то попадать надо. Виктор Марков напоминает, что у него есть и карточки в наличии. Да, Вермилио что-то слишком реагирует уже. Береков был, а не Дивиш. Третья ошибка. Нет, Береков, Береков там-то и дело. То есть он во всех зонах этой линии провалился. И вот планер такой вроде бы незатейливый Юрия Бережко. Не знаю, насколько легко было бы его принять. Но его не стали принимать новосибирцы. Странно. Две такие простейшие ошибки позволили... Две простейшие ошибки Локомотива позволили набрать преимущество в три очка Казанца. Либер ошибся, почему-то стал гадать. Вот непонятно. Кто там сейчас? Голубев молодой на площадке. Да, для него это, конечно, непростительно. Хорошо сработал и как вовремя главный новосибирский блок. То есть позволяет это Локомотиву остаться в игре. Андерсона закрыли. Но теперь снова нужно и риск, и везение. Ну и мастерство, безусловно. Сейчас Будько здорово. Линию закрыл Андерсона. Вот не пустил его в это направление. Будько, слезующий с блоком, и через него он так просто перебил. Бирюков много ошибок. Да, в этой партии, конечно. Четыре ошибки до счета семь. Это перебор. Четыре ошибки, один мяч он не забил. Конечно, да, много. Неуверенно вошел. Спасаться будет непросто. Здесь вообще шансы таковые будут даны новосибирскому локомотиву. Пока Нильсон и тоже ошибается. Много ошибок. На самом деле много ошибок для пятой партии. Это очень много. И 8-4. И, наверное, из этих восьми очков. Собственно, больше, чем преимущество Зенита в данный момент. Четыре очка перевеса и пять собственных ошибок. У новосибирцев именно невынужденных. Причем, получается, половина из них на одиночном блоке была совершена. То есть, две атаки Бирюкова на одиночном блоке. И сейчас Нильсон на одиночном блоке не попадают просто в площадку. Это, конечно, даже не расточительно. Это нечто большее. Хорошая подача. И проходит атака. Андерсон чуть-чуть сейчас и руки, по-моему, не успел завести. Будет крунастровый соперник или через центр он прошел? Через центр он прошел. Конечно, Вольвич его сложно перемещаться. Тем более, пятая партия. Он игрок высокого роста. Немножко ногами не дошел. Он сейчас слишком долго смотрел на первого темпа, который был спиной к сетке. Он не угадал. Он рванул к Михайлову. Потом на противоходе ему пришло в четвертую зону бежать. Тайм-аут берет Андрей Воронков. Ну, вот, наверное, у нас пока сегодня тот самый случай, когда пятый сет является логичным продолжением предыдущих двух, так как получилось, в этом матче. Перелом состоялся. И действительно, самым искоренным образом. То есть, настолько поменялась игра, что обратной силы пока это не имеет. Да и, честно говоря, может ли такая опытная команда, как «Зенит», не довести дело до победы при счете 9-4 в пятой партии? Это большое сомнение. Обманный удар такой вынужденный абсолютно у Александра Бытько сейчас. Потому что, ну, ничего другого он просто не мог бы сейчас сделать. Да. И мне кажется, что казанцев-то не ожидали. Он действительно ничего другого делать не смог. Да, просто по-другому мяча не достать. Ну, на подачу выходит Воронков. То, что он делает лучше всего. Ну, и сейчас, ну, вот, может быть, это и шанс. Может быть, даже единственный. По той игре, которой мы видим, сейчас что-то поменять. Пару эйсов. Скажем так, было бы очень кстати на Узибирце. Ну, а Воронков может. Он уже доказывал даже в этом матче, что он может. А он сделал это. Пока один. Пара не пара. 9-6 счет стал. Вот это человеку. 9-6, да, еще один эйс, и команда будет в борьбе. Вот говорят, для волейболиста там определенного это кусок хлеба. Вот на него действительно вот этот выход на подачу. Кусок хлеба, который он отрабатывает очень честно уже многие годы. И Олег, ну, думаю, сейчас подаст или надо было брать тайм-аут. Не подал. Значит, не надо было брать тайм-аут. Ну, здесь уже не угадаешь. Поэтому так и напряжен был наставник. Ну, напряжен, конечно, эйс. В общем-то, все спокойно. А когда выходит человек и... Начинает стрелять. Из всех своих выходов он обязательно берет эйс, то есть над чем задуматься. Вот Бабичев. Поэтому он, наверное, сегодня и станет на площадке. Беремет в защите здорово играет. Андерсен по линии свой классический переход. Да, это уже, наверное, его коронка. По сути, с места сейчас атаковал. Да, у него не было время и для разбега. Он, ну, за счет прыжка и роста, ну, очень технично. Кисть работает великолепно. Укладывает мяч просто ювелирный сейчас. 11-6. Вот, похоже. У меня он по технике очень Данте напоминает. Он тоже без разбега обычно нападал. Андерсен еще, к тому же, и повыше Данте будет. Что еще дополнить? И помоложе. Да, и помоложе сегодня. Я думаю, что напоминал он Данте того. Примерно этого же возраста. Я к тому, что при прочих равных он еще и выше играл. Ну, Дивиш, одну очку отыгрывает. Думаю, Сибирсов с трудом, с мучениями на тройном блоке. Дидько. Хорошая подача. Это С. 11-8. Остается рисковать. Не сдается капитан. Они рискуют. И посмотрите. 11-8 это игровой счет. 11-8 это еще даже в пятой партии. Это еще не выигранная партия. Они стопроцентно выиграны. Надо принимать. Там, по-моему, чуть-чуть не пять человек сейчас. Прием уже стал у хозяев. Под эту подачу. Вот сегодня сейчас и короче не прошла. Нет. Подает силовую. Здорово опять подает. Не будет атаки у Зенита. И сам будет крутить. Наверное, перемудрив. Более очевидные миссии не давали. Нет, но тут слишком длинная. То есть, до этого мы наблюдали его уверенную игру, когда мяч был отведенный. А здесь практически девять метров, конечно, среагирует. Центральный экран не среагирует. Да еще уже опускался. Гуцалюк чуть рано, может быть, пришел. Хотя не в этом тоже проблема, я понимаю. Придем вовремя ему сложно было выиграть. Вот тут бы, наверное, сыграть диагонально. Но это сейчас уже думает Александр Бучко. Конечно, конечно. Отправляясь на минутный период 30-секундный тайм-аут. У нас остается только верить, действительно, что может. Пока Казань контролирует. В общем-то, наверное, это ошибка. Это ошибка. Ну, может быть, не ошибка, а, скажем, не совсем правильное решение Будько. Конечно, отдалило локомотив. Можно было и подстраховать, в конце концов, нападающего. Там не надо все Будько адресовать. Тем более, он же своим мейсом и создал этот контролирует. Да, он и создал и второй подачей, что, в принципе, была доводка хорошая. В данном случае, конечно, рассуждать легче. А находясь на площадке и принимать решение всегда сложно. Что, попал? Сомнительно. Да, сомнительно. Честно говоря, мне тоже показалось первое впечатление, что мяч был за. 12-9. Так, на голос пытались арбитры сейчас взять, казанцы. Но мы видим, что аут, а касание блока там не было, конечно. Дивиш. Силовую не подает давненько. Плавер у него неплохой получил. И он рисковать, да, он должен, он и рискнул. Плавение хорошо падал. Ну вот, все, сейчас доигровочный. Дильсон, по-моему, первый раз с вами обманул удар, да? Да, даже никто не поверил. Никто не поверил, что такое бывает у него. И удивил даже Владимира Олега, судя по всему. Может, его, правда, удивили собственные подопечные, которые позволили столь беспрепятственным мячем попасть в площадку. Никто не побежал, никто. Просто сбросил человек мяч, и ни один не бросился. И еще планер. Вот сейчас есть прием и есть атака. Наверное, какая-то уверенность есть все-таки у игроков казанского «Зенита», что следующий мяч они снимутся, потому что два очка отрыв, и все-таки довольно-таки уверенно они снимаются. Поэтому, может быть, не побежал никто за этим мячом. Между рук сейчас на лидеры попал блокирующий Михайлов. Но это выигранное очко. И 13-е. 13-10 опаликов. А теперь уже никто из новосибирцев не заинтересовался этой подачей. Прекрасной подачей, к слову, Николая Опаликова, который делает счет 14-10. Но тут без каких-либо разговоров. И посмотрите, опять лидеров пропускает молодой новосибирской команды. И вот эти мячи начинают гадать, что в концовке предыдущей, в начале, точнее, этой партии мы видели. Сказывается. От чистой опыта. Малость, да. Сказывается, естественно. А это подача уже фирменная для Николая Опаликова, который ставит точку в этом матче. И который, по факту, приносит суперкубок казанскому «Зениту». С чем мы, собственно, его поздравляем. Действительно, команда смогла переломить фостречи и победила абсолютно заслуженно. И на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. С вами были заслуженный мастер спорта Дмитрий Фомин и комментатор Владимир Стецко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!